Новая книжечка. На самом деле первая часть из запланированных трех. Вторую вот прям в данный момент вы видели, я сидел, писал. Ну и третья тоже там более-менее как бы созревает. А три части, поскольку у нас история планеты чудесным образом делится на три больших периода. Ну на самом деле на два больших периода. Но первый, Декембрия, он настолько мутный, что про него ничего не известно. А дальше, соответственно, наш фанерозой делится на три. Палеозой, мезозой и кайноизой. Ну и очень удобно, можно написать три книжечки. Ну а собственно сама по себе книжка существует для того, чтобы наконец-то дать желающим прочитать полную цепочку нашего происхождения. Почему, собственно, называется палеонтология антрополога, моя идея как антрополога нарисовать нашу личную родословную. Ну, книжечки по палеонтологии делятся на самом деле на несколько вариантов. Бывают книжечки детские с картинками, с такими довольно примитивными, и с минимальным количеством информации. Даже в какой-то момент, по-моему, в троицком варианте, что ли, была, или где-то статеечка, что, дескать, все современные книжки про динозавриков превратились в такие каталоги типа икеевского. Там длина, ширина, вес, жил давно, был страшный, был зубастый. Ну, как-то так в основном все превращается в такую ерунду. Ну, это как бы неинтересно. А с другой стороны, бывают шибкоумные книжки, такие сильно мудреные, которые даже специалистам скучно читать, и начинаешь так засыпать, когда ее читаешь. Ну, а моя задача была найти некоторый баланс. Не знаю, насколько мне удалось это, как бы вы узнаете уже, прочитаете. Но с точки зрения именно антрополога. Поскольку вообще палеонтологов в природе не существует чудесным образом. То есть есть специалисты по жукам, по каким-нибудь растениям, причем там тоже не вообще по растениям, а там какими-то голосами, например, про динозавров кто-то знает, кто-то про брахиопод, кто-то про пауков, кто-то про многоножек. А такого вообще чистокровного палеонтолога в природе в принципе не существует. Ну и, тем не менее, книжку как бы писать надо. Ну, просто про жуков, да, или только про многоножек, это было бы заунывно. А моя задача написать с точки зрения именно антропологии. Понятно, что людей в палеозое не существовало, там где-то рядом с трилобитами, но наши предки-то существовали. И буквально такие вот чуть ли не каждый день, сегодня вот утром, например, такое было, кто-то мне пишет, а вот напишите, пожалуйста, полную цепочку наших предков там от начала времен. А вот никто еще не открыл эту цепочку, нету этой цепочки. Или там мой друг хочет увидеть, а я ему, значит, не могу дать, и вот спрашиваю вас, чтобы вы мне написали. На самом деле такие цепочки писались уже многократно, их там полным-полно, но каждому вот так отвечать это неинтересно, проще написать толстую книжку, и любого желающего туда можно сразу писать. Ну, а, собственно, самое это интересное, что существовала не только цепочка наших предков, то есть можно, конечно, и так расписать, но это было бы тоже непонятно и скучно, потому что тогда бы возникли вопросы, а почему это они так вот там превращались один на другого, с какой стаити, ничего такого нет. А наши предки превращались не абы как, и не по любому поводу, а в связи с происходящими вокруг событиями, потому что наши предки жили в окружении всяческих конкурентов, хищников, добычи наших этих предков, в определенном климате, на определенных материках. Материки передвигались, вулканы извергались, атмосфера менялась, состав воды менялся, и все это вместе взятое создавало наших предков. То есть все изменения, которые с ними происходили, были, с одной стороны, конечно, в какой-то степени случайные, ну, потому что сами предки на это влиять никак не могли, понятное дело, а с другой стороны вполне закономерными. А с третьей стороны, на самом деле, палеонтология чем-то замечательная, что все-таки не все мы знаем, и местами мы можем еще что-то допридумывать, когда все будет известно, будет скучно. Напишем, таки Талмуду на полку поставим, и все, и будем скучать. А с еще там двадцать пятой стороны всегда была возможность каких-то других изменений, то есть всегда были возможности каких-то альтернатив. И наши предки могли стать совсем другими, они вообще могли вымереть с концами, и какие-то другие живые существа могли встать на их место вполне себе. Что я тоже постарался в своей книжечке отобразить. Но для того, чтобы все это как-то оплатить своим мозгом, нужно для начала определиться с тем, что вообще такое палеонтология. Палеонтология, в принципе, в целом, это наука об органическом мире прошлого и условиях его существования. И обе части очень важны, потому что большинство людей, конечно, представляет, что палеонтология – это наука о динозавриках. Ну, вот примерно то, что на картиночке изображено. Есть динозаврики, и их изучают какие-то странные, значит, такие Индиана Джонсы где-то в пустыне. А на самом-то деле живых существ всяких разных полным-полно, и немаловажнейшая совершенно часть, такая вполне сопоставимая по размеру со самими зверюшками – это изучение условий жизни этих самых зверюшек. Ну, и не только зверюшек, цветочков, там и кого угодно. То есть все эти существа жили не в вакууме. Они… на них влияли эти условия, и они сами эти условия создавали. И если бы сами живые существа были какие-то другие, то они по-другому бы дышали, по-другому была бы атмосфера. Соответственно, на следующем этапе тоже весь органический мир был бы другой. И, соответственно, палеонтологи, в широком смысле, все вместе взятые должны это все дело восстановить. Из, естественно, обрывочных данных. То есть понятное дело, что у нас от прошлого сохраняются чаще всего какие-то твердые элементы. Ну, например, скелетики. Ну, такой красивый скелетик торбозавра – это, конечно, мега-редкость. Таких очень немного вообще в природе существует. И понятное дело, что в подавляющем большинстве случаев не сохраняется живых организмов вообще ничего. Ну, иначе бы мы ходили по горам костей, каких-то там раковин и чего-то другого. Ну, из чего бы они вообще делались, непонятно было бы. То есть на самом деле наши тела сделаны из тех самых и динозавров, и там трилобитов, и ракоскорпионов, и там кого угодно еще. Ну, потому что вещество на планете одно и то же. В общем, ну, что-то, конечно, там из космоса падает, что-то улетает, да, но принципиально как бы остается более-менее. И все эти живые существа превращаются буквально в смысле в пыль, а потом из этой пыли собираются новые живые существа. Ну, даже и не пыль, а газ чаще всего. Но что-то иногда сохраняется. Правда, сохраняется далеко не все, ясное дело. И поэтому у нас палеонтологическая летопись неизбежно дырявая. Это такая вечная известная проблема неполноты палеонтологической летописи. Что-то мы знаем более-менее подробно, а что-то мы не знаем. На границе 19-20 века в какой-то момент это даже привело к так называемому кризису дарвинизма, когда палеонтологи уже считали, что они очень много всего знают, но видели, что есть вот фауны, да, там куча костей, а потом бац, и другая фауна с другой кучей костей, но совсем другие существа. И между ними никаких промежуточных форм. Ну и вот эта байка про отсутствие промежуточных форм, она в головах гвоздем так до сих пор сидит. Но на самом деле прошло еще сто лет с этого кризиса дарвинизма, и оказалось, что палеонтология ни разу не противоречит дарвинизму, а наоборот его всячески поддерживает, потому что когда стали искать больше и находить больше, изучать подробнее новыми методами, то все эти промежуточные формы чудесным образом тут же нарисовались. Конечно, еще у нас полным-полно пробелов, чем дальше в древность, тем больше эти пробелы, но все-таки что-то есть. Мало эти самые скелетики найти на самом деле. Кстати, да, кроме косточек, понятное дело, иногда сохраняется что-то и более интересное. И отпечатки мягких тканей, есть там отпечатки даже глаз, легких и там всяких таких эфемерных совершенно вещей, ну там перьев, шерсти, волос, желудков с содержимым, мозгов. Но мало все это дело откопать. Для начала хорошо бы это еще реставрировать и реконструировать. То, что мы видим обычно в музеях, такие красивые скелетики, подпертые палочками, где-то там на стенках развешенные, это на 90% обычно еще труд реставратора. И настоящие палеонтологи изучают вообще не их, не то, что там в витрине лежит, а то, что такое трухлявое, раздолбанное где-то внутри камня. И с современными методами исследования, с томографами, например, всякими рентгенами и прочими, вот эта реставрация, она иногда только вредит вообще-то. То есть иногда бывает проще просветить это все сразу прямо в породе, не вытаскивая на свет Божий. Потому что когда мы вытаскиваем, с большой вероятностью мы еще ничего и повреждаем. А в последнее время появились вообще чудесные методики, когда удается, ну если камень вообще в принципе как бы не нарушенный и цельный, выделить из породы, там, где вот припечатало, да, эту зверюшку верхними наполставаниями, органические вещества. И с помощью этого, ну если это какие-то более поздние зверюшки, установить, например, цвет, тех же там перьев каких-нибудь, да, у динозавров, или если это совсем какие-нибудь там декембрийские там идиокарские существа, узнать, это вообще там растения или животные, и какие животные, это там губки или там хи какие-нибудь. Потому что иногда на отпечатке это ничего не понятно, просто какая-то блямба непонятная, что бы это значило, не очевидно. А когда мы достаем оттуда органику, она бывает очень специфическая для разных форм живых организмов, то мы узнаем, что вот это вот водоросль, а вот это вот животное, а вот это вот там бактерия, например. Сейчас методики в этом смысле совершенно уже космические получаются. Но препаровка здесь вредит. То есть на самом деле тут должно быть как можно более не нарушенное все это дело. Но тем не менее, видим мы все-таки препарированные. Ну и те, что старые находки, конечно, старались по-быстренькому отпрепарировать и восстановить. Но это такая просто красивая картинка на самом деле. На самом деле палеонтологи чаще всего исследуют совершенно занудные какие-то тонкости строения. И в своей книжечке я местами попытался это вставить, ну так, не чересчур как бы, как мне, по крайней мере, кажется, загибая. Ну вот, я, конечно, уже заранее знаю, что кто-то скажет, ой, там слишком умно. Но я старался это выносить в отдельные маленькие такие абзацки, мелким шрифтом написанные, которые, как бы, ну, может быть, не обязательно читать, если человеку не хочется. Ну, там, с названием «маленькая тонкость», ну, там, на страничку примерно иногда. Ну, чтобы читающие прониклись, вообще, откуда берется вся информация. То есть часто это какой-нибудь там загиб от ростка, какое-нибудь дополнительное отверстие, еще что-нибудь такое, которое оказывается мегаважным и, собственно, решает вообще, как бы, наше отношение к этим окаменелостям, как бы, что бы это вообще могло быть. А иногда вообще бывают ошибки, на самом-то деле, и сплошь и рядом палеонтологи спорят на тему и частностей, и каких-то более глобальных вещей, потому что все вот эти, там, отросточки загнутые, да, и отверстия не всегда, как бы, выруливают в нужную сторону. И известно огромное количество палеонтологических ошибок. И в книжечке тоже есть там работа над ошибками, такие маленькие выноски, где описаны примеры неправильных определений. Ну, когда там, допустим, находят какую-нибудь челюсть, да, и считают, что это там древняя птица, потом оказывается, что это птерозавр, вот, или еще что-нибудь в этой серии. Такого полным-полно. Особенно на ранних стадиях палеонтологии, когда еще она только зарождалась, и, в принципе, знания были очень такие туманные, сплошь и рядом определяли, черти как. Ну, там, первых архиоптериксов, например, там, считали рептилиями, да, ну, что, в общем, закономерно. И там, и так далее, и так далее. Таких примеров там не счесть. И иногда в этом интересно бывает разбираться. Ну, вот, на самом деле, и сейчас такое есть. Ну, а часть этих живых существ, на самом деле, ну, может, там, не в таком неизменном виде, дожила до современности, что позволяет сравнить с современными живыми организмами. И существует два таких интересных метода. С одной стороны, мы можем смотреть на последовательность копаемых существ, когда мы понимаем, почему современные такие, и откуда у нас вот там ручки, ножки, мозги, все такое, да, вот потому что у предков было так-то. А с другой стороны, мы можем смотреть на современных животных и из этого представлять, как там было у прошлых в древности. Ну, то есть, если мы знаем, что крокодил с большими зубами, он хищник, да, ну, наверное, и тираннозавр с большими зубами тоже хищник. Ну, как бы оно типологичное. Но дальше начинаем вникать в тонкости. Ну, например, разглядывая эндокран тробозавра этого самого, и видим, что у него огромные обонятельные луковицы, у него там довольно небольшой мозжечок, ну, по крайней мере, для ящера там 10 метров длиной, да, и даже больше. У него очень маленькие слуховые зрительные холмики, как бы ни о чем, и соображалка вообще как бы совсем никакая. Ну, то есть, получается, что, да, у него же, кстати говоря, челюсти довольно слабые, зубы держатся черти как, и скорость передвижения по некоторым расчетам вообще там 4 километра в час. Ну, там эти скорости рассчитываются очень от балды, на самом деле, там и до 70 кто-то считает, но вот по некоторым расчетам так. И если собрать все это воедино, то получается довольно тормозное существо, которое очень плохо видит, очень плохо слышит, имеет довольно-таки слабые челюсти, из которых при вырывании добычи она бы поломала ему там весь рот. Вот, передние лапки ни о чем, да, на задних он еле стоит, потому что очень тяжелый, просто банально, ну, известны, допустим, там, какие-нибудь эти вот ящеры такие, тераподы, да, там, аллозавры, у которых из-за просто очень большого веса там трещины на костях появлялись, потому что просто вот он ходил, а они у него трескали, как бы, даже никто его там бить не бьет, он просто потому что он слишком здоровенный. Ну вот, и быть при этом активным хищником, ну, как бы, есть некоторые сомнения. Единственное, что у него, как бы, было очень круто, это обоняние. Да, вот нюхал он хорошо, и при вертикальном кусании давал огромную нагрузку на челюсти. То есть, да, укусить его мог здорово, но вот в бок уже, как бы, не очень. Ну, вот и жевать, естественно, не мог. И вырисовывается образ такого какого-то странного хищника с большой вероятностью даже может быть и падальщика. Ну, вот спор о том, были ли крупные динозавры, вот эти хищные тераподы, падальщиками или хищниками, идет уже там сто лет, конца края ему не видать, ну, или рано или поздно найдут его, когда он там кого-то кусает активно, да, в такой позе, в принципе, один скелетик такой есть, но он какой-то невнятный, до сих пор неописанный. Там просто два скелета друг на друга наложены, но они как-то головами в розовую сторону не очевидны. Или, ну, как-то еще там придется доказывать, вот, но это просто пример того, что даже очень долгое изучение всяких тонкостей иногда, ну, бывает такое спорное. Вот, но, с другой стороны, мы можем привлекать данные по крокодилам, по птицам, ну, таким как бы условным родственникам, да, чтобы посмотреть, как вся эта зверюга жила, соответственно. То есть методов у нас много, есть чисто морфологические, ну, и мне, как антропологу, такому классическому, они ближе всего, понятное дело, сами все косточки, там всякие бугорочки, пупырышки на этих косточках, вот, а есть более изощренные, в том числе, там, химические, генетические, ну, если это какая-то более-менее современность или современных животных, там, смотрим, как они ростут друг к другу, и так далее, и так далее, там, опять же, палеоклиматология и прочее. Вот, но это все присказка. А на самом деле, самое это интересное, собственно, сама палеонтология. И наша история начинается примерно 4,5 миллиарда лет назад на планете. Само по себе существование жизни определилось астрономическими свойствами нашей планеты. Она находится в так называемой зоне золотовласки, это такое идеальное расстояние от Солнца, где не слишком жарко, не слишком холодно, есть магнитное поле у планеты, правда, тоже оно, видимо, не сразу и не вдруг появилось, там, не слишком много метеоритов туда падает, потому что Юпитер все на себя там оттягивает, и там прочие есть тонкости, там, ну, активность Солнца, понятно, да, радиация космическая, чтобы органические молекулы сложные вообще в принципе могли существовать на Земле. Очень важно, что в какой-то момент на планете появилось огромное количество воды. Есть большой вопрос, откуда она в принципе взялась в таком количестве, ну, потому что у нас сейчас 70% суши, да, ну, не суши, в смысле планеты закрыты водой. Есть разные версии. Есть версия, что она как-то выпарилась там из, как бы, мантии, а есть версия, что на планету к нам в какой-то момент грохнулась комета, растаяла, и получился океан. Очень такой важный был еще момент появления Луны. Тоже в какой-то момент, ну, есть несколько версий, опять же, появления Луны, но, вероятно, в Землю врезалось что-то размером там что-то типа Марса, откололо кусок, ну, сама Земля была еще такая кривенькая, косонькая, как бы, да, и это не из шарика, может быть, еще выбивалось, а еще что-то такое более кривое. Но, тем не менее, кусок улетел, он как бы не слишком далеко улетел, но стал вращаться вокруг Земли. Вот это не единственная гипотеза появления Луны, но, тем не менее, и Луна сама по себе тоже важная штука, потому что часть астероида, во-первых, на себя отберет и создает приливы-отливы, которые тоже, как бы, на жизнь довольно сильно влияют. То есть без Луны, наверное, прожили бы, в принципе, может быть, ничего страшного не было бы, но с ней прикольнее, когда она на небе светит. Причем, что характерно, Луна в разные периоды истории была как бы не на таком же расстоянии, как сейчас, она потихонечку от нас удаляется. Поэтому на первых порах она влияла вообще на жизнь гораздо сильнее. Ну, просто в силу там приливов-отливов, например, которые были гораздо грандиознее, чем нынче. Но примерно 4,5 миллиарда лет назад в таких чудесных условиях появилась жизнь. Как проходил абиогенез, мы пока не очень-то знаем, если честно. Существует порядка 10 гипотез, таких даже основных, не беря даже всякие частные тонкости возникновения жизни. Но это само по себе как бы здорово, потому что показывает, что ученые уже придумали больше вариантов возникновения жизни, чем, собственно, реализовалось. А реализовалось-то один. У всех живых организмов на Земле один и тот же генетический код. Это однозначно говорит о том, что предок был общий, единый, универсальный. Причем этот генетический код, он как бы единый для всех, но он нелогичный. То есть, в принципе, он мог бы быть и другим с тем же успехом. А он вот какой есть. Стало быть, жизнь появилась один раз, а вариантов чисто гипотетически гораздо больше. И более того, сейчас идут активные работы по экспериментальному созданию жизни. Ну, прямо вот клетку с нуля еще никто не сделал. Но, по крайней мере, всякие элементы вполне себе. То есть, органические вещества из неорганики научились делать уже вполне. Ну, они, в принципе, и в космосе болтаются и так, в общем, в большом количестве. И достаточно сложные. Там типа нуклеотидов, аминокислот. Ну, а от нуклеотидов и аминокислот уже не так далеко, до РНК, который будет ферментом, и белковых комплексов, которые вокруг этой РНК напихаются. И все это склеивается. Ну, а тут уже как бы два шажка остается до появления нормальной жизни. Ну, это так называемый рынковый мир или молекулярная эволюция такая шла. И остается два шажочка. Во-первых, это создание, самая репликация этой самой РНК, чтобы рынковая молекула, облепленная белками, смогла воспроизводить саму себя. То есть, понятно, что поначалу они там как попало рвались, синтезировались там заново, и было черт что, полный бардак. Но это как бы не жизнь, это бардак. А когда эти РНК стали активировать, синтез других белков, ну, в смысле, не других, а вообще белков, белки стали, соответственно, влиять на РНК в обратную сторону. Все это зациклилось, и получился более-менее устойчивый комплекс. Это самый, наверное, тонкий такой момент возникновения жизни. И как раз, насколько мне понятно, специалисты вокруг него сейчас больше всего и бьются. Как бы спор больше всего этого дела вызывает. Но в тонкостях этого процесса я сам ничего не понимаю, честно говоря. Для этого есть Никитин, который написал замечательную книгу «Происхождение жизни». И, собственно, ее и надо в этом смысле читать. То есть у меня в моей книжке этому не сильно много уделено. Ну, потому что я что-нибудь пляпну, а потом все будут меня пальцем тыкать и говорить «О, там ничего не разбирается». Я, честно признаю, я в этом не разбираюсь. Но, тем не менее, есть люди, которые разбираются, это уже приятно. И последний момент для возникновения жизни необходимый – это создание мембраны. Когда снаружи появилась липидная мембрана, отграничила внутреннее содержимое, то есть цитоплазму с генетическим аппаратом, от внешней среды. И вот эта внутренняя среда, цитоплазма, стала с другими концентрациями вещества, нежели внешняя среда. Ну и, собственно, все. Это уже клетка, так называемая Лука, Last United Common Ancestor, то есть последний общий предок, или Last Universal, последний универсальный общий предок. И с него, в общем, можно отчитать, отчитывать уже жизнь. Правда, первые вот эти вот клетки, понятное дело, практически ни в каком виде не скранились, по той простой причине, что гадейских этих катархейских слоев у нас, в общем-то, особо нет. То есть они, конечно, есть, но видим там не слоев, это не прямо отложения какие-то, а там отдельные кристаллы, буквально такие. Проблема в том, что наша планета, она весьма активная, подвижная, в принципе, это хорошо. И материковые плиты, внешне литосферные, они ползают туда-сюда. Ну и не только материковые, вообще, в принципе, литосферные плиты туда-сюда ползают и периодически подминаются друг под друга, уходят в магму и там расплавляются. Ну и за эти 4 миллиарда лет столько раз успело это дело все расплавиться, потом снова вылезти наружу, застыть, снова расплавиться, снова вылезти, снова расплавиться, что у нас уже от этих катархейских слоев не осталось практически ничего. Это в своем роде печаль. На самом деле есть оптимистичные идеи, потому что в это время на планету падали в большом количестве метеориты, и 100% периодически они из нашей планеты что-то вышибали. И куски камней с Земли тогдашней улетали в космос, и какие-то из них падали на Луну. И в настоящее время есть, например, такой кусок, слоны привезенные, который, может быть, как раз отражает породы того времени. То есть это такая, получается, геология Земли, но обнаруживаемая на Луне. Но чтобы это было в каком-то статистически значенном количестве, и чтобы нормально можно было изучать, надо, чтобы на Луне была нормальная база, и геологи бегали, стучали молотками, и все это дело активно изучали. Пока это просто какие-то случайные находки этих метеоритов, когда американцы еще летали туда, и этого как-то очень немного. Но надежды есть, на самом деле. А учитывая, что у нас на Земле есть метеориты, такие же вот осколки с Марса, когда в Марс попадал метеорит, из него кусочек улетал к нам и падал к нам уже, то логично предположить, что, может быть, какие-то куски Земли на Марс улетели в обратную сторону. Ну, в принципе, если оно туда летело, оно могло и обратно. Поэтому, может быть, и на Марсе стоит поискать кусочки тогдашней Земли, 4-х миллиарда летней. Ну, тем более, что и на Луне, и на Марсе остатка накопления нулевое, и там, если уж оно лежит на поверхности, никуда оно там не денется. Это очень приятно и удобно. Но для этого надо добраться до Луны и Марса. Так что пока вот эта вот первая часть истории, да, примерно полмиллиарда лет, нам известно крайне мутно. То есть что там происходило. Ну, в общем и целом, как бы, понятно состояние атмосферы, да, какая она там была, кислорода никакого не имелось. В какой-то момент тут более-менее появилась вода. Ну, и ясно, что возникло РНК, ДНК, белки, ну и вроде бы уже клетки. Но такая более внятная история начинается только с архея. Это примерно полтора миллиарда лет. Большое такое время, на самом деле. Ну, так, если прикинуть, да, попробуйте как-то на досуге до полутора миллиардов досчитать. Про которое мы тоже не сильно много чего знаем, на самом деле, но все-таки уже немножко получше. Потому что со временем, вот порядка четырех миллиардов лет, все-таки появляются какие-никакие отложения, такие внятные. И в это время мы точно знаем, что тут появляются прокариоты, безъядерные организмы, которые, кроме прочего, жили уже комплексами, уже жили сообществами в виде так называемых строматолитов. Вот здесь внизу, например, изображены строматолиты из Австралии, одни из самых древних, если вообще не самые древние, и при супермегаувеличении отдельные отпечатки бактерий тогдашних. То есть вот с такой фигней приходится дело иметь палеонтологам. Ну, фигня в таком хорошем смысле этого слова. То есть палеонтолог, смотря на вот это вот пятнышко, должен понять, что бы это значило. Вот у нас есть минерал, и на нем вот эта черная загогулина, микроскопическая, понятное дело, все это в электронный микроскоп надо разглядывать. Глазом это, ясное дело, не видать. Это некоторая проблема, понятное дело. Но, что приятно, бактерии у нас живут и сейчас на планете в большом количестве. Есть еще, к тому же, и вирусы, есть еще и археи, и сопоставление их всех между собой позволяет примерно прикинуть, что там было в тот момент. Ну и смотрим на морфологию, на что они внешне похожи. Смотрим на жизнь современных строматолитов. Вот здесь наверху, это фотография современных живых, как они нынче живут. Но понятно, что тогдашние строматолиты были все-таки другие. И у нас в первом приближении как бы да, есть представление, а во втором и третьем, может быть, не очень. Ну, по той хотя бы простой причине, что в это время не было кислородной атмосферы. То есть атмосфера была бескислородная, и они в большинстве подавляющим своем были анаэробы. Поэтому, собственно, вот эти полтора миллиарда лет, они развивались так ни шатко, ни валко, хотя их было много. И, что чудесно, оценки биомассы архейской показывают, что по продуктивности архейские экосистемы были сопоставимы с современными, на самом деле. То есть когда мы заходим в какой-нибудь лес, и видим вот эту кучу растительности, зверюшки, птички летают, грибники с собачками ходят, то есть биомасса. И в архее местами было не меньше. Ну, просто оно выглядело не так. То есть это были какие-то слизистые пленки на камнях. Но они тоже бодренько жили. Тем более, что у них не было никакой конкуренции. Это очень здорово, всегда приятно. И они со страшной скоростью распространялись во все стороны в любом случае. Но в это время формируется несколько типов питания. Может быть, они еще и до этого сформировались, но здесь не уж точно были. До сих пор вопрос, что первое, возникло гетеротрофное питание, то есть когда организм потребляет готовую органику, или автотрофное, ну там фототрофное или хемотрофное, когда организм потребляет неорганические вещества и с помощью какой-то там внешней энергии, солнышко, если фототрофное, или химическая энергия, если хемотрофная, изготавливает новую органику. Тут есть как бы сомнения на эту тему пока мест, потому что с одной стороны гетеротрофность, она химически проще, и если она проще, логично, что она раньше возникла. Путей химических меньше нужно для этого. Но для гетеротрофного существования нужна уже готовая органика. Откуда же она тогда возьмется? Но правда, органика появлялась сама собой в морях. Она, в принципе, теоретически и сейчас может появляться, но сейчас, если она где появится, ее тут же кто-то сожрет. И мы это не заметим. А в условиях, когда все-таки жизни было поменьше, может быть, она и сама воспроизводилась. А автотрофность сложнее, с одной стороны. С другой стороны, она как раз эту органику в большом количестве может давать. Тоже логично, что и она могла раньше возникнуть. Но в любом случае, в этих самых строматолитах, когда они уже строматолиты, из многих вариантов этих организмов состоят, жизнь уже существовала в разных состояниях. И автотрофных, и гетеротрофных, и в вариантах того и другого. И в стандартном версии, в этом самом строматолите, живые организмы сидят в трех этажах. На верхнем этаже сидят какие-нибудь бактерии, которые фотосинтезируют, то есть на них светит солнышко, они берут из воды всякую неорганику, что там растворено, и синтезируют из этого себя, собственно. Но по пути получаются, понятное дело, продукты обмена, кислород ужасно ядовитый, ну и всякая прочая гадость, которую он выкидывает в разные стороны, эта бактерия. Ну что-то уплывает в воду, не фиг с ним, а что-то падает вниз, и оказывается во втором слое. Во втором слое сидят, с большой вероятностью, опять же, фототрофы, потому что первый слой бактерий, он в принципе довольно прозрачный, ну а могут быть хемотрофы. Они получают то, что на них свалилось из первого слоя, из этого еще разок делают что-то полезное для себя. Но энергии, правда, меньше уже, там им удается получить. Закон сохранения энергии никто не отменял, но что-то они еще получают. Значит, они тоже гадят, само собой, и попадают на третий слой. А в третьем слое сидят самые задрипанные несчастные бактерии, и архии, которые мало того, что имеют очень мало энергии, и уже там дальше получается неорганический остаток, с которого, собственно, этот строматолит формируется. А самое обидное, что первые два слоя выделяют кислород. И вот этот третий, самый нижний уровень, он вынужден от этого кислорода защищаться всяческими способами. Ну, потому что для анаэробных организмов это ужасный яд. И поначалу они начали защищаться таким образом, чтобы просто как бы нейтрализовать этот кислород, связать его чем-нибудь, и как бы и нафиг. Ну, потому что окисление это ужасный процесс, ну, как бы он очень активный, бурный, да, там куча энергии выделяется, если не уметь ее регулировать, ну, все сгорит, просто банально, в самом таком простом выражении, обуглится. Но это как бы не прикольно. Поэтому они научились это нейтрализовать. А потом, на следующем этапе, это привело к появлению уже ядерных организмов. То есть, когда какие-то археи захватили некоторых вот этих бактерий, вот, сделали из них митохондрий. Метахондрии, бывшие бактерии, как раз умели связывать кислород. Ну, вначале, видимо, просто как бы его нейтрализовать. А потом оказалось, что эту выделяющуюся при окислении энергии можно направлять на мирные цели и синтезировать что-нибудь еще более крутое в большом количестве. Ну, чтобы синтезировать что-то многое и быстрое, нужно много энергии. Вот, вещества-то, в принципе, хватает, энергии не всегда. И когда они научились это делать, то появляются ядерные организмы, эукариоты. Ну, были ли они в археи, честно говоря, большой вопрос, пока у нас как бы это ни разу не очевидно, честно говоря. Но некоторые считают, что уже в археи, может быть, эукариоты где-то появлялись. Ну, это как бы далеко не факт, но может быть. Ну, а из других бактерий, кроме митохондрий, можно еще сделать пластиды, которые будут заниматься фотосинтезом. Ну, фотосинтезирующие, да, вот в верхнем слое они и так всяк были, но вот надо их только включить себе в клетку и сделать из них пластиды. Такие батарейки получаются классные, солнечные, эти панельки, которые поставляют кучу энергии. И еще к тому же, мало того, что энергии, а самое-то главное, они синтезируют органические вещества на халяву. Сахарок, глюкозу, которая вот у меня здесь растворена, в частности. Так что, спасибо архейским бактериям, которые научились это делать, иначе бы у меня не было сладенького чайка. И несмотря на то, что у нас данных по архею недостаточно явно, то есть все-таки у нас еще такой туман здесь царит, но несравненно с Гадеем. И в настоящее время архейские отложения очень хорошо изучаются, например, в Австралии. Не только в Австралии, в США и в Южной Африке, во многих других местах. Третий большой отрезок до Кембрия это протерозой. Причем заметьте, что протерозой занимает практически 2 миллиарда лет. То есть это сопоставимо со всем временем, с половиной, вернее, времени существования вообще жизни на планете. То есть из 4 миллиардов лет, что жизнь существует, 2 миллиарда лет это протерозой. То есть это совершенно немеренный, огромадный отрезок, который довольно условно делят на более частные. Но про большую часть из них мы опять же знаем довольно-таки мало. Но все-таки протерозой у нас уже появляется какое-никакое представление о географии. Как видите, она довольно своеобразная, от современной отличается. То есть большое-большое море и материки как распиханные, собранные как бы в кучку и не сильно разделенные. Правда, вариантов вот этой палеогеографии существует довольно много. Если вы посмотрите в разных палеоатласах, там очень неодинаково все будет изображено. Все-таки от полумиллиарда до двух с половиной прошло, там все затерлось. Но тем не менее, самое главное, что отложений у нас уже хватает. И особенно из самого конца протерозоя, там когда были такие периоды с чудесными названиями криогений и эдиокарий или вент, что то же самое. И для этого времени у нас известно уже довольно много всяких существ. Потому что в некоторый момент, примерно около миллиарда лет назад, появляются не только что эукариотические организмы, но еще и многоклеточные, которые становятся наконец-то крупными. То есть с помощью вот этого аэробного дыхания использования кислорода, ну а кислород появился, потому что фотосинтетики его как бы сами на выделяли в огромном количестве. И он начинает использовать в обратную сторону, выделяется куча энергии, и можно собирать больших организмов с большим количеством клеток. Возникают многоклеточные существа. Причем разнообразие этих многоклеточных существ было не исключено даже больше, чем сейчас на самом деле. Огромное количество первых многоклеточных с очень большим трудом поддается опознанию. Ну вот какие-нибудь такие твари, да, вот то, что там с краешкой нарисовано, мышкой можно показать, да, вот такие вот фигнюшечки. Вот смотрите вы на какую-нибудь эту пармию, да, и можете думать долго, упорно, что бы это значило. То есть, то ли это червяк, то ли это губка, то ли это гриб, то ли это растение, то ли это там еще что-то, водоросль какая-то абстрактная. Все что угодно может быть. И их много. При этом одновременно с одной стороны их разнообразие, а с другой стороны в самых разных частях планеты они друг на друга очень похожи. Ну, что в общем как бы и не очень странно, потому что океан-то был общий. Ну вот, они вполне себе могли плавать туда-сюда, а потом в разных местах поднявшееся дно океана образовало современные материки, но частично это вот они же и есть, как бы, а частично там этот уровень океан туда-сюда еще и колебался. И теперь у нас эти отложения на поверхности торчат в самых разных местах земного шара с очень похожими зверюшками. Но некоторые существа более-менее опознаваемые. В Протерозое, например, появляются грибы. Вот там слева наверху такая мохнатенькая фигнюшка. Это один из самых древних, если не самый древний гриб из Канады конкретно этот. Ну, в принципе, сейчас они из разных мест известны. Там из Кольского полуостроя, еще и откуда-то. То есть грибы были одними из первых крупнокалиберных живых существ. И это само по себе прикольно, потому что в сознании большинства людей грибы обычно ассоциируются с сушей, понятное дело. Что подосиновики, подберезовики, какие-нибудь там рыжики-сыроежки. А на самом-то деле грибы исходно это вполне себе морские создания, которые жили в море, прекрасно себя там чувствовали. И в настоящее время, что показательно, не исключено, что большинство грибов так и живут по-прежнему в морях. То есть их в морях известно уже очень немало, но все-таки меньше, чем наземных, но с большой вероятностью меньше только потому, что их никто там особо не ищет. То есть микологи, они по определению как бы, да, ходят в лес и собирают там грибочки. они не лезут на коралловый риф и не пытаются грибы найти там. Ну, потому что так система обучения построена. Вот у нас там кафедра микологии, допустим, и ольгологи, они, да, ныряют, как бы, они любят нырять, купаться, а эти микологи, они, значит, в лес идут с корзинками. И поэтому никто особо не знает, что там в морях с этими грибами происходит. Ну, не то чтобы никто не знает, все-таки там исследования есть, но недостаточно пока мест. А ископаемые грибы были исключены только морские, понятное дело. Возникают водоросли, вот, допустим, здесь, да, то, что в правом верхнем уголочке, это древнейшая красная водоросль и, ну, она даже и на отпечатке красноватая, вот, но это не потому на самом деле, но, тем не менее, они, красные водоросли, опять же, дожили до современности, вполне себе успешно, это одни из самых древних многоклеточных существ вообще, в принципе. Ну, и тут даже, в принципе, эти клеточки вполне себе видно. То есть, понятно, что эти отпечатки крошечные совсем, но, тем не менее. А некоторые водоросли, не исключено, что даже пытались выйти на сушу. Вот то, что тут наверху посередке изображено, такие вот виндотени, это водоросли, которые, как бы, не исключено, что некоторые из них пытались заселять прибрежные части. То есть, даже уже в протерозое суша понемножечку, может быть, заселялась. Ну, понятно, что первыми на суше, скорее всего, были какие-то бактерии. теперь будет красненькая такая штучка. Значит, вот эти виндотени клевенькие, тоже, конечно, это такие мутные полосочки на камне, но всякие хитрые способы анализа позволяют доказать, что да, это действительно водоросли. А многие, причем даже в большом количестве хорошо достаточно известные существа, позднепротерозойские, диакарские, пока как бы не находят ни одного объяснения. Вот то, что тут по краям все вот эти нарисованы, да, там много их таких известных, так называемые вендобионты диакарской фауны. В большинстве своем непонятно, кто такие. есть палеонтологи, которые с как бы воодушевлением выделяют новые типы, там пачками, да, там до 20 с лишним типов этих самых вендобионтов. Есть такие, которые сводят это все к каким-нибудь там водорослям, грибам и бактериям. Вот в последнее время подъехали как раз методы анализа этих органических пленок из отпечатков, которые позволяют показать, что да, вот это действительно водоросля, вот это действительно бактерия, а вот это действительно животное. И как с этим более-менее разобраться. Но многие из этих вендобионтов, видимо, не имеют современных потомков вообще ни в каком виде. У них, например, совершенно удивительные формы симметрии, когда какая-нибудь такая вот спиральная симметрия, которая сейчас не бывает никогда, или в шахматном порядке симметрия, и вот здесь то же самое. Причем иногда они похожи на, скажем, червячка, как бы голова, как бы тушка, как бы ножки, но вообще, скорее всего, вот эта часть это не голова, а это просто нижняя часть, которая крепилась на почву. А вверх вот такие вот как бы эти членники нарастали потихонечку. Причем у разных организмов было по-разному. Но все эти вендобионты, ну не все, большинство, по крайней мере, этих вендобионтов удивительны отсутствием каких-то внятных органов чувств и пищеварения. То есть у них нету ртов, у них нету глаз, у них нету, строго говоря, ножек, нету внятных следов передвижения. Ну сейчас в последнее время все-таки такие найдены в некотором количестве, но буквально там на пальцах пересчитать можно. Причем один из этих, одна из этих находок появилась, когда книжка уже была в печати и вот я ее не успел впихать в текст. Вот совсем недавно в Nature, по-моему, была статья. Ну вот, ну может в переиздание еще запихаю. Ну все запихать в любом случае невозможно, поэтому я не сильно переживаю. Но тем не менее для большинства средства передвижения неизвестны. То есть вот как, что они жили, чем питались, совершенно не очевидно. И на самих этих зверюшках, как правило, нету никаких следов погрызов. То есть их вроде бы никто не ел. Ну поэтому некоторые палеонтологи считают эти идиокарские моря временем такой как бы халявы. То есть они были такими хиппи, да, которые как бы питаются просто как бы из воды, никого не кусают, их никто не кусает, они там не шевелятся, у них нирвана вообще полная. Ну вот, ну может быть и так. Но правда в последнее время выясняют, что все-таки некоторые ползали и видимо друг друга таки немножко кусали. И где-то вот на этом дне протарозойских морей появляются все-таки такие вот какие-нибудь прованкарины, да, такие вот твари билатерально-симметричные, у которых уже есть перед, зад и право, и лево. А если у них есть перед, зад, право, и лево, и они с грехом пополам могут все-таки куда-то ползти, ну это уже как бы новое слово на самом деле. Это уже наши предки. Это те, кто собственно в последующем захватил планету. Но, как обычно это бывает в истории, это не были доминанты на самом деле. Тоже такой замечательный урок, которому учат палеонтология, что во все времена все самое интересное появляется из самого чего-то такого невнятного и неприметного. А те, кто составляют вроде бы лицо эпохи, они в итоге все исчезают с концами и ничего от них не остается. Ну и здесь примерно то же самое. То есть все вот эти экзотические со странными симметриями, какой-то чудесной формы существа, они все выветрились и от них не осталось вообще ничего. А вот такие вот какие-то невнятные плюшки, которые на отпечатке выглядят гораздо грустнее на самом деле, чем здесь, ну здесь уже такая реконструкция красивая, они-то как раз в итоге и оказались нами. То есть это вот наши предки в самом что-нибудь в чистом виде. Вот такие они были. Ну может быть не лично как бы вот эти виды, может там какие-нибудь другие, но опять же, как я вот уже говорил, их остатки очень похожи, обнаруживаются где-нибудь допустим у нас на Кольском полуострове, да, там или на Белом море и в Австралии, вот, и где-нибудь в Африке и совершенно одинаковые, то есть они вообще вот прям не отличить. Ну значит что-то они там везде примерно одинаково имелись. Так что протерозои уже точно были многоклеточные крупные существа, вероятно даже подвижные, а некоторые может быть даже уже и с ножками, ну по крайней мере есть некоторые следы, где вроде бы там в Ругвайе, например, или там в Китае такие есть, вроде бы кто-то с ножками пробежал и какие-то бактериальные пленки полезли еще к тому же и на сушу. Так что протерозой задал как бы нашу генеральную форму, самую такую базовую, что у нас есть в принципе перед, зад, право, лево. Ну конечности правда наши уже потом появились, но тем не менее. но это все опять же была присказка, потому что дальше начинается большой оон под названием фанерозой, состоящий из трех вот этих самых генеральных Р, полиозой, мезозой и кайнозой, ну про мезозой и кайнозой как бы еще потом предстоит рассказать, а пока полиозой. И в полиозое каждый период он на самом деле чем-то особенный и чем-то уникальный. Кембрии, например, был очень теплым, то есть если протерозой в среднем был довольно-таки холодным, ну и само по себе название криогений, да, одного из его отрезков оно как бы говорящее, ну крио, холод, и были ужасные оледенения, там какие-нибудь лапланские, там еще какие-то, которые могли заморозить землю вообще насмерть, и чтобы она потом не растаяла никогда, то в Кембрии стало гораздо веселее, в Кембрии стало теплее, и в среднем было там градусов на 14 теплее, чем сейчас, так что когда начинают всякие там климатологи рассказывать про ужасы глобального потепления, ну я не знаю, как-то я вот смотрю, в Кембрии им было хорошо, вот они правда под водой все жили, как бы там суши может поменьше было, чем сейчас, вот, но какая-то суши все-таки была, вот, и 14 градусов, да я бы не против, чтобы сейчас было на 14 градусов теплее, чем нынче, вот, ну это было бы Сочи фактически, вот, и тогда вот у них и было сплошное Сочи на всю планету и в начале этого самого Кембрия, ну правда не самом начале, но так почти в начале Кембрия, чуть попозже начало, происходит так называемая Кембрийская революция, или он же Кембрийский взрыв, когда на планете в отложениях вдруг неожиданно появляется огромнейшее количество крупнокалиберных животных, таких четких, внятных, с твердыми покровами тела, связано это было видимо с появлением во-первых намного большего количества кислорода в атмосфере, может быть оно как-то подскочило и соответственно аэробность стала гораздо более эффективной и с большей даже вероятностью с появлением пунктонных фильтраторов, то есть какие-то в позднем протерозое существа, ну что-то типа рачков, да, вот с этими такими недоделанными ножками научились фильтровать мутную звесь, которая висела в воде, соответственно вода стала более прозрачной, солнышко стало достигать до дна, на дне выросли водоросли, тут же естественно стали выделять кислород и около дна тоже появился кислород и аэробные существа смогли жить не только в верхнем слое, который сам по себе был тоже не очень приятный, потому что там ультрафиолета много, а и на дне тоже, ультрафиолета там нет, кислород появился, что еще надо для полного счастья, органики немерено уже, они начинают радостно синтезировать себе твердые покровы тела и собственно в палеонтологии мы это видим как тот самый кембрийский взрыв и в кембрии появились строго говоря все, то есть вообще если хочется изучать жизнь на планете, можно ограничиться только кембрием и больше не изучать в общем-то ничего, потому что все остальное это такое жалкое подобие и какие-то вот обрывки уже такие, воспоминания как бы о кембрийском великолепии, причем опять же в наследство видимо от предыдущей стадии много линий вообще непонятно кого-то, непонятно кто это такие, то есть есть куча существ, которые вот не пришли к кобелю хвост какие-то странные твари вот какая-нибудь такая виваксия можно смотреть долго на этот отпечаток и придумывать что это иглокожая или еще кто-то ну вот она виваксия и таких полном полно с некоторыми правда разобраться удается вот например там слева наверху такая вот чудесная галлюцигения у которой название само по себе говорящая то есть когда ее нашли как бы долго вертели там и не знали вообще с какой стороны на нее смотреть где у нее верх и низ долго путались ну собственно галлюцигения но потом с помощью уже электронной микроскопии удалось изучить коготочки на кончиках вот этих ее ложноножек и тем самым доказать что с большой вероятностью это родственник анихофор ну вот внизу еще тоже есть примеры таких первобытных вроде бы анихофор потому что там какие-то очень специфические крючечки на лапках ну которые как бы не очень лапки но типа как бы почти ножки ну есть какие-то вот совсем странные допустим какая-нибудь апобиния которая тоже вот такой вот отпечаток и задняя часть тела похожа вроде на какого-то рака ну как бы с хвостовым плотничком как бы вроде с какими-то там члениками но только спереди у нее торчит огромная такая согнутая рука такая вот фигня с клешней на конце она не парная что характерно была даже такая идея что это парные ротовые органы только же слиплись вместе как бы да но нет как бы там отпечатков этих много найдено на настоящий момент в разных позициях там с разных сторон можно это посмотреть и это просто вот один непарный такой трубчатый орган который видимо довольно гибкий был и с клешней такой зубчатый на конце у современных животных такого не бывает никогда и как бы относить ее к численностоногим да или там ракообразным невозможно в принципе это не ракообразное вот но некоторые все-таки к современным больше отношения имеют опять же водоросли довольно-таки приличные какие-нибудь там археоциаты появляются и ну они конечно не такие как сейчас но тем не менее археоциаты губки в смысле не то сказал губки археоциаты которые составляют даже огромные рифы ну типа коралловых только они такие губковые рифы появляются уже членистоноги настоящие ну в частности трилобиты причем у нас что удивительно одновременно существуют и те кто вроде бы предок трилобита и уже готовые трилобиты то есть это тоже такой интересный феномен палеонтологический что сплошь и рядом у нас предки известны не в тот момент когда они были предками а в пережиточном варианте когда они уже были живыми ископаемыми то есть как сейчас есть какая-нибудь там латимерия которая сейчас живо-ископаемая и мы по ней изучаем рыб дивонского периода и так тогда же вот такая вот фигня жила но это было пережито какой-то гораздо более ранней еще там декембрийской стадии ну вот которая в это время уже была анахронизмом и совершенно каким-то таким дремучим но как бы зато мы его нашли в этот момент ну вот так бывает ну и трилобиты в большом количестве щитинка челюстные которые сами по себе довольно загадочные какие-то предки может быть уже чуть ли там не насекомых ну хотя конечно насекомых еще сильно далеко иглокожие и там масса-масса всякого другого зверья то есть все основные типы у нас уже есть в этом самом кембрии и плюс еще к тем что есть сейчас еще огромное количество других ну то есть как я уже сказал кембрий это время когда появилось все и поэтому собственно вот глава про кембрии у меня довольно большая получилась и там больше всего как раз ставочек про современных живых существ про как бы современную родню которая вот нынче обитает ну а среди вот этого всего зоопарка были и первые хордовые в большом количестве они известны например из Китая и из Канады в настоящее время ну не только оттуда но оттуда преимущественно и что характерно у нас есть несколько разных линий этих ранних хордовых некоторые из них как бы и не факт что даже очень хордовые какие-нибудь там пикаи да про них там спорят до сих пор а некоторые такие достаточно очевидные хордовые и уже в конце кембрия скорее появляются даже вот такие какие-нибудь там метаспригины даже с глазками и даже с каким-то намеком на сердце ну вот у них хорда была да там жаберные щели ну вроде всего как бы по уму ну правда зубов челюстей позвоночника каких-нибудь там не знаю ребер желудка ничего этого еще не было вот то есть строение очень простое что-то на уровне примерно ланцетника но уже все-таки вот это вот например посложнее чем ланцетник ну по крайней мере с глазками у ланцетника глазок нет а в самом-самом конце кембрия может быть даже появляются уже и первые рыбы но правда от них сохранились только маленькие крошечные чешуйки которые опять же там микроскоп надо разглядывать и очень-таки невнятные но как бы может быть к концу кембрия даже рыбы появились ну а рыба это в общем практически мы да то есть получается что за вот эти ну сколько там получается 60 миллионов лет да кембрия возникло вообще все что можно ну вообще само по себе кстати показательно что тут 60 миллионов лет это сопоставимо со всем кайнозоем то есть со всей вот этой нашей эрой млекопитающих один кембрийский период ну собственно поэтому там столько всего произошло и вот кроме как бы ручек-ножек и больших сложных мозгов в общем-то все уже возникло так что если кому-то хочется цепочку наших предков то вот можно до кембрия доводить а дальше уже в принципе это такая мелочевка что как бы особо неинтересно но все-таки еще оставалось 485 миллионов лет впереди и в них тоже что-то происходило в ордовике начало холодать то есть кембрий я вот говорил уже такое райское время ордовик стал потихонечку холодать вот и он такой не сильно длинный 40 миллионов лет ну хотя тоже неплохо на самом деле и это можно сказать такой рабочий как бы период потому что в нем вроде бы ничего принципиально такого грандиозного не возникло с одной стороны ну чтобы прям вот такое лицо периода да чтобы вот ну как не знаю в мезозоидом динозавры да там где-нибудь там в дивонском периоде там какие-нибудь их теостейки в карбоне стегоцефалы а в ордовике как-то вот ну все это в принципе вроде в кембрии уже было в силури там развитие получило вот а здесь как-то вот ни то ни сё а с другой стороны в ордовике разнообразие чуть ли не максимальное то есть с одной стороны как бы вроде бы холодает но для морских-то животных это хорошо и для растений потому что в холодной воде кислород лучше растворяется поскольку жизнь все-таки была в основном водная то это было очень приятно и появляется гигантское разнообразие моллюсков брахиопод тех же самых трилобитов которые приобретают какие-то там чудесные формы тех же самых губок иглокожих в самых разных видах там морские звезды морские лилии морские ежи и там кто угодно еще какие-то существа даже потихонечку лезут на сушу вот например то что здесь в уголке слева наверху такая вот невнятная какая-то фигня вроде бы да на самом деле это остатки мхов которые уже появляются на суши и появляются зеленые растения которые потихонечку осваивают сушу ну в самом таком примитивном варианте и самые-таки окраины этих водоемов но тем не менее уже живые организмы становятся крупнее и показательно что на многих из них вырастают всякие странные такие вот выросты да а некоторые наоборот закапываются вот допустим трилобитик с длинными такими глазками он же не просто так с такими длинными глазками чтобы закопаться и смотреть наружу вот а закапываться тоже он как бы ну не от хорошей жизни понятное дело и если весь трилобит покрыт вот такими вот растопырками или вот такими растопырками или вот такими растопырками то это значит чтобы кто-то попытался этот трилобит таки сожрать ну вот ну потому что все-таки такие усиленные штуковины они бывают либо для того чтобы выпендриваться перед сородичами да там когда половой отбор идет но я сомневаюсь что у трилобитов был такой интеллект чтобы у них там половой отбор вообще пошел вот либо чтобы защищаться вот ну а значит были какие-то хищники Ну, в принципе, они уже и в кембрии появились, но здесь развивались. И, опять же, среди всего этого возникают и первые рыбы. Он здесь слева, вроде бы, такая не очень внятная штуковина, да, но это щит одной из панцирных рыб, потому что в родовике появляются уже такие нормальные бесчелюстные рыбы, круглоротые, ну, правда, зубов у них еще не было и челюстей, вернее, зубы там потихонечку появляются, такие скромненькие, а челюстей не было, и парных плавников тоже не было. Но зато они стали бронироваться, потому что хищники-то не только трилобитов жрали, а их тоже, и все эти рыбки, они там размером по 4 сантиметра обычные, ну, или даже меньше, то есть маленькие совсем, но какие-нибудь там ракоскорпионы вполне себе гоняли, и, соответственно, они уменьшаются. Главными опасностями в родовике, ну, как и в позднем кембрии, то же самое, были некоторые виды трилобитов большие, хищные. Были ракоскорпионы, уже появились первые, и головногие моллюски, ноутилоиды, которые достигали вполне приличного размера. Вот, ну, вот здесь внизу, например, они нарисованы, а наши предки где-то среди всего этого ужаса, значит, там бодренько плавали по дну, и предки изобрели в это время несколько таких ключевых адаптаций для того, чтобы избежать хищников. Во-первых, у них появилась уже такая нормальная полноценная хорда, и начал появляться какой-никакой скелет хрящевой, ну, то есть хорда была уже и в кембрии, в общем-то, а тут такие колечки хрящевые вокруг стали формироваться, опора для мускулатуры, чтобы быстрее плавать. Вот, хищники тоже были не такие уж медленные, там, да, все эти головногие моллюски, вот, но они не были маневренными, то есть если головногий моллюс, он же с реактивной струей, да, он там ускоряется довольно бодренько, но плывет по прямой. А если это рыбка с хвостиком, она может вихлять, и можно от атаки убежать. Вот, то же самое и с ракскорпионами, ну, у них ножки, они, конечно, там чуть пободрее, как бы поворачивают, но их можно уже обманывать. А чтобы их еще и обманывать именно, у наших предков появляются какие-никакие мозги. И то ли в самом конце кембрия, то ли вот уже в родовике возникают мозги с пятью отделами. И, в принципе, это уже наш мозг. То есть, конечно, потом еще немножечко эволюции было, но по большому счету вот это пятичленное строение мозга, продолговатый, задний, средний, промежуточный, конечный, формировалось именно тогда. Показательно, что сами по себе эти мозги можно вполне себе изучать, потому что многие рыбы становятся такими более-менее панцирными, у них нарастают вот эти головные щиты, и они бывают довольно толстыми, так что мозги довольно плотно покрывают, и форму мозга можно вполне себе там высчитать. Сколько там было кровеносных отверстий, там нервных отверстий, все это можно посмотреть. Ну, а, как я уже сказал, в это время на сушу вылезают мхи-печеночники. Ну, это рисунок современных печеночников из Геккеля. Но примерно такие вот, ну, в ископаемом виде я уже показывал, потихонечку колонизируют Землю и подготавливают в буквальном совершенно смысле почву для и нашего выхода. Ну, правда, наш выход еще задержался еще там на пару периодов вообще-то. Но, тем не менее, потихонечку жизнь двигалась вперед. Так что мы двигались дальше. И следующий силурский период, или силурийский период. Силур – время холодное, на самом деле. То есть в это время стало как-то довольно-таки грустно жить. Хотя по сравнению с предыдущей стадией, а по сравнению с нашей, температура была все равно теплее градуса там на 2-4, чем сейчас. Поэтому я бы не отказался где-нибудь на бережку Силурского моря полежать. Ну, тем более, что самыми страшными существами в тот момент были раскорпионы, которые вырастали, ну, метров до двух, если с клешнями мерить. Ну, тоже немало, конечно, но, в принципе, это рак. Так, по большому счету. И далеко не все они такие были. А большинство все-таки жизни было сравнительно скромным. Опять же, так же, как в Ордовике, тут нету какой-то такой супер-мега-выдающейся фауны, ну, чтобы прямо такое лицо периода. Но вот рак скорпионов можно таковыми считать. Вот тут в уголке он там вот этот оранжевый такой красивый. А с другой стороны, кстати говоря, это уже такой настоящий скорпион. То есть это не рак скорпион, а просто скорпион. Потому что в это время не только мхи, а уже и животные начинают двигаться на сушу. Ну, может быть, они уже в Ордовике вылезали. Там какие-то норки в наземных отложениях в Ордовике уже известны. Но там непонятно, кто их копал. А в Силури уже многоножки на суше оказываются, скорпиончики оказываются. Ну, поначалу они, правда, еще там жабрами дышали, но потом и на легкие перешли. В воде расцветают иглокожи в большом количестве, брахиоподы, ну, те же самые трилобиты. И, понятное дело, наши предки в виде уже таких вполне себе нормальных рыбок. Ну, все еще, правда, бесчелюстных, большей частью довольно скромненьких, но уже какие-то намеки на плавники у них появляются. И хвостовой такой вполне себе расчлененный, и плавательные такие вот эти лопасти, которые потом становятся грудными плавниками. Причем несколько раз независимо. Что характерно, они это дело изобретали. Ну вот. А местами некоторые организмы были довольно странными. Вот, например, внизу такая вот стуковина, не очень понятная вроде бы, да, с виду, это остатки, так называемого, прототоксита, странной формы жизни, которая предстает в виде каких-то непонятных таких рулонов огромного размера, там, до 6, что ли там, или даже больше метров длиной. И про эти прототокситы очень много гадали. До сих пор, как бы, до конца не очевидно, что бы это было. Есть несколько версий. Есть версия, что это такие наземные водоросли, причем это в наземных отложениях в основном обнаруживается. Высотой там 6 метров, например, да, такой столб стоит. И получается, что это вообще самые большие организмы, в принципе, с сухурского времени. Ну вот, а там отдельные додиона, на самом деле, додиона существовали. Есть вариант, что это такие гигантские грибы, столбообразные, тоже немереного размера, вот такого диаметра. Есть более такое интересное объяснение, которое лично мне нравится, что на самом деле это не остаток какого-то организма, как такового, а это такие своеобразные именно штурлоны, которые автоматически свертывались, поскольку на суше в этот момент практически не было нормальной почвы. И вот эти все мхи, водоросли, грибы, вся вот эта фигня нарастала где-то там на бережку. Вот бережок песчаный, да, если склон более-менее как бы приличный, когда проходит дождик, корней там ничего этого нету еще, естественно, да, оно к земле никак особо не закреплено. И когда проходит дождик, вот этот пласт вот этой фигни слизкой сворачивается в трубочку, там рвется на части и бутхается в воду со страшной силой, под свою собственную тяжестью тонет и где-то там захоранивается, и получаем вот такой классный рулон. Вот, да, довольно большой, но так и кусочками. Как повезет. Может быть, так оно и было. А в Дивоне, собственно, почему они исчезают уже попозже, да, потому что в Дивоне появляются растения с корнями, наземные, приличные. И когда они уже укрепляют почву и просто как бы стоят палками, да, там где-то у берега, то эти рулончики, они уже сворачиваться не могут. Все, ничего так не получается. Но для того, чтобы представить себе это как-то, может быть, более образно, представьте себе чайный гриб. Может быть, знаете такую фигню, банк их обычно держит. У меня вот недавно его наконец-то я себе завел, а он плесенью, блин, зарос. То есть, оказывается, даже чайный гриб может покрыться плесенью, хотя он сам гриб вообще. Но, по сути, вот эти чайные грибы, это совокупность, опять же, бактерий и грибов, дрожжевых. Там много видов, на самом деле, там в разных версиях они могут быть. Но это такая склизкая штуковина. Это вот то, чем было покрыто как раз Силурское побережье в то время. И сам берег, и вот вода рядом. И если вот эту штучку, ее можно, да, вот так свернуть. Но если она засохнет, то получится как бы вам прототоксид. Можете у себя дома в домашних условиях такое себе сделать. Не знаю, что с ним потом делать, правда, но тем не менее, можно. А в это же самое время на суше начинают появляться все-таки и более какие-то нормальные растения, чем просто мхи. Первые сосудистые растения. Ну, вот такая вот куксония, например, которая в виде таких рагулек с такими пумпочками на конце, ну, откуда они воно споры улетали. Но это уже настоящее сосудистое растение, которое изобрели сосуды. То есть научились убивать собственные клетки и делать из них трубочки для прокачивания воды снизу вверх. Ну, и, соответственно, сахаров сверху вниз. Правда, ни внятных как бы листьев, ни там никаких семян, ничего такого еще близкого даже не было. И с корнями там было тоже напряженное. Но все-таки где-то рядом, опять же, с водой, там в прибрежье, они из воды торчали и потихонечку начинали выползать на сушу. Ну, это в самом конце селуры, правда, и время их расцвета было потом. Но главное было начать. Опять же, показательно, что эти самые куксонии, они практически одинаково обнаружатся где угодно. То есть практически по всей планете. Ну, их в Англии больше всего нашли. Ну, и в других местах они тоже есть. Ну, другие их же названия. Куксония — это конкретный род, а такая группа в целом обычно называется или ринеофиты, или псилофиты. Ну, это такие почти синонимы, как бы там с тонкостями, но не суть важных. Ну, про тонкости можете почитать. Но как бы потихонечку суша продолжает подготавливаться к нашему туда выходу. Ну, и как минимум в конце этого самого селура рыбы, а может быть даже и не в самом конце, появляются уже и челюстнороты рыбы. То есть те, у которых на основе передней жаберной дуги, первой жаберной дуги, формируются уже челюсти. Долгое время эти селурские челюстнороты были очень плохо известны. Ну, в основном по каким-то там отдельным чешуйкам невнятным, по зубчикам. Ну, собственно, у них понятие чешуя и зубы — это одно и то же. Но в недавнем прошлом китайцы особенно постарались. Китайцы вообще все находят по заказу, как бы им еще не скажи, они все находят. И нашли довольно много вот этих вот рыб, довольно крупнокалиберных, некоторые там уже больше метра, то есть это такие уже хорошие существа, которые, собственно, наши предки. И поскольку их найдено сейчас уже энное количество, из них можно прям красивые ряды выстраивать. И вот та самая линия предков тут уже приобретает такие вполне зримые очертания. И можно прям смотреть, вот из этого появился тот, из этого тот. И там все ближе к нам. Так что рыбы тут уже были. И, наконец-то, они вырастают до приличных размеров. То есть не то, что там 2 сантиметра или 4 сантиметра, а уже там под метр длиной и становятся доминантами в экосистемах. То есть, конечно, рак сроплеллами были под 2 метра длиной. Вот, всегда можно сказать, что они там были больше. Но, по крайней мере, в некоторых экосистемах рыбы начинают доминировать. Я отсюда был уже последний рывок на сушу. Поэтому Силур — это такой последний еще сугубо морской период, когда только там побережье что-то такое осваивалось, продолжало. Но, тем не менее, все было подготовлено к следующему. И следующий период — Дивонский период. Дивонский период снова стал очень теплым. В это время там то ли солнышко стало ярче гореть, то ли что, но так или иначе стало заметно теплее. И материки сдвигаются ближе к экватору, что тоже, наверное, сыграло свою роль приятную. Дивон — довольно длинный период. Все-таки почти 60 миллионов лет подряд. Это как бы немало. То есть, опять же, почти с кайнозой длиной. И в разные его отрезки происходили неодинаковые вещи. Первая половина Дивона, она еще такая тоже водная, более-менее. А где-то с середины прям прорвало и поперло. И, с одной стороны, на сушу полезли в активном количестве растения, там наверху, допустим, и одни из самых примитивных, уже гораздо более продвинутые. А к концу Дивона появляются уже нормальные деревья. Там хотя бы метров по 6 высотой. И все-таки какое-то разнообразие, подобие леса. Когда там... Ну, лес, правда, он тоже там типа 4 вида, допустим, в этом лесу. Но все-таки это уже как бы экосистема. 4 вида. То есть, там есть деревья, есть лианы, есть что-то там, ну, что-то а-ля трава. Ну, конечно, она такая не трава, но какие-то там хвощи. И это уже такая наземная вполне себе экосистема полноценная. А она дает возможность заселяться туда другим существам. Ну, как минимум, лес дает тень. То есть, уже под покровом вот этих вот кущ, с уже с ветками, с каким-то подобием листьев, появляется тенечек. А учитывая, что дивон – это один из самых жарких периодов, это было чрезвычайно актуально на самом деле. Ну, и наши предки, естественно, этим воспользовались. Ну, вначале, правда, перед нашими предками этим воспользовались еще насекомые всяческие. Ну, и там подобные им членостоногие. То есть, паучки и многоножки, они еще сильно раньше, конечно, вышли. Там тихоходки какие-нибудь, да. Но здесь все бодрее и бодрее это происходит. И вслед за ними устремились и наши предки. И на протяжении ивона в настоящее время известно огромнейшее количество промежуточных стадий. От совсем рыбы до совсем амфибии. В школе проходят одну только ихтиостегу. Да, вспоминают, вот ихтиостега. Ихтиостега никуда не делась, она все по-прежнему как бы есть. Но кроме ихтиостеги, их находят просто непрерывно. Опять же, вот уже после того, как книжка ушла в печать, нашли еще одну чудесную эту крокозябру, которая тоже такая полурыба-полуамфибия, ну, которая бы очень хорошо туда запихать, как бы, но я просто уже не успел. Потому что это вот как бы было там, сколько там, пару недель назад. Ну, может, не пару недель, но совсем недавно. И это очень приятно. То есть у нас есть прямо большая последовательность, когда у них вначале возникают легкие из глотки, из верхней части, ну, чтобы дышать еще в воде. Да, потому что и в воде такая проблема была. Ну, мелкие водоемы, очень мутные, с кучей древесины, все это дело гниет. Ну, древесины уже много, да, там этот лигнин разлагается, бактерии тратят на это кучу кислорода, кислорода и так не хватает в теплой воде. В немалой степени, может быть, здесь как раз луна повлияла довольно основательно, потому что, как я уже говорил, луна-то была ближе к земле, приливы были сильнее, и рыбы, которые жили где-то там у берегов, периодически этими приливами уносились куда-то нафиг и оказывались на суше, ну, в каких-то там лужах. Им потом надо было телепать обратно в море. Ну, или они подыхали, как бы, там выбор был небольшой. Очень важной, как бы, такой проблемой было размножение, потому что рыбы откладывают икру, но если откладывать икру там же, где сам живешь, то ее сто процентов сожрут, эту икру. Поэтому надо ее отложить где-нибудь в уютном местечке. Куча современных рыб и амфибий так и делают, там, вплоть до того, что лезут на деревья, там, в какие-то дупла залезают, там, и что только не делают. И тогда, например, то же самое. И вот эти наши предки, ну, тиктолик, в частности, да, как раз лазали через вот эти все бревна, куда-то там корячились подальше, чтобы отложить икру в безопасности. А под это дело разработали из плавничков ручки и ножки с пальчиками. Причем, по первоначалу, еще к тому же, и не просто с пальчиками, а с каким-то произвольным их количеством. И дивонские вот эти все кракозябры, это просто какой-то праздник по количеству конечностей. То есть там есть и 6 пальцев, и 8 пальцев, и там 11 пальцев, и там сколько угодно, на самом деле, может быть. Ну, в итоге мы оказались пятипалые, но в каком-то смысле это, в общем, довольно-таки случайность. Ну, как бы лезли они на сушу по разным поводам, понятное дело, в немало степени, потому что в воде становилось совсем жестко. Многие рыбы превращаются в совершенных монстров, и в это время уже, конечно, позвоночные абсолютно доминируют в воде. Ну, вот какие-нибудь такие, да, там с гигантскими этими челюстями. Ну, они не просто страшно выглядят, они еще и здоровенные. То есть там туда голову можно запихать, вот эту пасть. Причем вот эта конкретная рыба, у нее как бы это не зубы даже, а это выросты именно челюстей такие острые. Вот, ну, там много всяких возникало. И трилобиты дивонские, очень показательные. Ну, если трилобит весь покрылся вот этими безумными отростками и рогами, а они жесткие, как бы, да, это же не гнется все, это именно рога, по сути дела. Вот, их там какое-то бесконечное количество, то это говорит о том, что хищники были сглы. Этих самых трилобитов гоняли и очень как бы жестко притесняли. Некоторые, кстати говоря, рыбы это решили опять превращение в панцирные формы. Ну, они там не один раз возникали. Вот там слева, например, такая изображена, у которой даже плавнички вроде как есть, да, ну и сверху такой дровяный панцирь. И бесчелюстные панцирные возникали, и челюстные тоже панцирные возникали. Но это тупиковая была линия. То есть, с одной стороны, можно, конечно, защититься от врага, нарасти в панцирь, но дальше эволюция на этом обычно останавливается, и ничего дальше не происходит. Ну вот, а наши, которые убежали от проблемы на сушу, оказались в выигрыше, потому что на суше их ждал стол и кров из паучков, которые в это время уже там были, из червячков. Ну, правда, первые вот эти амфибии, ну, такие как бы рыбоамфибии, да, они еще и питались рыбой, то есть, они на суше там не особо кого ели, но чуть-чуть погодя, вполне себе стали. Вот, и в условиях... Так, сейчас, что-то подзаснул. Алло. Так, сейчас он подумает, компьютер. Значит, ты в условиях вот этих дивонских жарких лесов... Алло. О. Им там было очень хорошо. Вот, допустим, вентостега такая нарисована, да, это вроде уже как бы и амфибия. То есть, плавно, постепенно все это преобразовывалось. Ну, вот такая реконструкция такого леса Гильбоа в Америке. Ну, собственно, Нью-Йорк, как бы, да, так выглядел 400 миллионов лет назад. И следующий, как бы, этап, такой важный был окончательно выйти на сушу. То есть, в дивоне амфибии вполне себе появляются, но у них была по-прежнему проблема, потому что они были все-таки еще привязаны к воде. И они были слишком большими, вот, слишком такими толстыми, тяжелыми, кстати, все еще покрыты чешуей, вот, такой рыбьи вполне себе довольно неповоротливые, ну, потому что на сушу они вообще как бы не рвались, по большому счету. То есть, на сушу, как обычно, надо было вылезти только для того, чтобы залезть обратно в воду. Но чуть-чуть попозже эта проблема была решена. И решена она была в карбоне. В карбоне леса покрывают уже практически всю планету. В карбоне, кстати, стало холодать потихонечку, то есть, там климат колебался туда-сюда, но было как минимум два оледенения довольно основательных. И вообще в целом, как бы, на протяжении карбона становилось все холоднее. Первый период еще и так ничего, а второй уже вот примерно как сейчас на самом деле, там примерно вот споставимо с нынешним. Но на планете, тем не менее, появляется большое количество лесов. Все-таки на экваторе было здорово. Причем в это время, как видите, материки довольно сильно так уже разъезжаются в разные стороны. И в разных частях планеты флоры и фауны не одинаковые. Обнаруживаются разные такие провинции, как бы, в том числе, ботанические, где палеоботанические, где в одних местах были леса из одних растений, других из других растений. На юге там тундра была. Самые экзотические варианты были на архипелаге, который сейчас Китай. Ну, как бы, там всегда какая-то экзотика. А у нас, допустим, в Сибири, вот здесь вот, да, ну, которая уже тогда была северная достаточно и довольно-таки холодная, была такая тайга из каких-нибудь там томиодиндронов, такие палки вертикальные, ни о чем. Но, как бы, Сибирь, она и в карбоне, Сибирь. И тайга, она и тогда тайга, ну, хотя бы даже из таких телеграфных столбов, по сути дела. В морях при этом жизнь тоже вполне себе бурлила. Ну, допустим, там акулы карбоновые, это просто какой-то праздник, и про них можно там отдельную книжку писать, при желании. Ну, здесь вот один из вариантов, ститокантус, у которого, как видите, на спине перчал какой-то непонятный гриб. То есть это, ну, такой усиленно увеличенный какой-то спиной плавник, плюс там какие-то эти, с головы там заходили отростки, и сверху, по сути, там зубы были наверху этого плавника. Нафига такая штука была как бы не очевидна, есть там разные предположения, но это не одна такая карбоновая акула, это ститокантус, там что-то не возникало, с какими-то там извращенными челюстями, каких-то странных форм, необычными плавниками. Но это как бы в воде. А на суше, в этих самых замечательных лесах, появляется в карбоне огромное количество насекомых. И карбон — это время расцвета насекомых, когда, конечно, не все возникли, но появляются, по крайней мере, крылатые насекомые, что существенно. Ну, может быть, они не до этого уже были, но, по крайней мере, в карбоне точно известны. В том числе известны даже самые древние, вроде бы, жуки, ну, такие как бы почти жуки, как бы на современных, конечно, не очень похожие. Тараканы в гигантском количестве, ну, вернее, опять же, тараканоподобные твари. Современный человек такой далекий от андомологии, их бы за тараканов бы и принял. Обычно их даже эндомологи тараканами называют, хотя, строго говоря, там отряд другие. Типа стрекозы, которые, опять же, как бы, ну, не вполне стрекозы, но такие очень стрекозоподобные. И там более экзотические всякие диктионевриды и так далее, и так далее. Ногоножки какие-нибудь по полтора метра длиной. Но здорово, что в это время огромное количество углерода в виде угля откладывалось в отложение, почему, собственно, называется карбон. Карбон — это уголь. И в немалой степени мы теперь жгем этот самый уголь в гигантских количествах. И живем за счет него, собственно, вся наша цивилизация построена на этом. А с другой стороны, если огромное количество углерода уходит из атмосферы, то кислорода в атмосфере становится больше чудесным образом. И получается, что если много кислорода, то животные с трахейным дыханием, а у насекомых трахейное дыхание, получают выигрыш, потому что трахеи у насекомых — это просто трубочки, через которые воздух идет, ну, просто диффузией, просто как бы сам собой. У насекомых нету легких, которыми бы они прокачивали себе дыхательную систему. И, собственно, это одно из ограничений, которое не дает им стать большими сейчас. Ну, там их много, этих ограничений, но это одно из. А тогда хотя бы этого ограничения не было, поэтому они могли вырастать сильно больше. Поэтому карбон — это время, когда вот эти трахейные дыхища, там, насекомые в том числе, они были большими. И стрекозы там эти какие-нибудь вырастали, меганевры, до 70 сантиметров в размахе крыльев. Ну, кстати, они позже еще и в Перми тоже такие были. Ну, правда, надо сказать, что сейчас насекомые некоторые тоже, не такие маленькие, там, какие-нибудь палочники на Клемонтане там по 30 сантиметров в длиной, они по длине сопоставимы с карбоновыми на самом-то деле. Но палочник-то он, в общем, сидит на ветке и отдыхает, ну вот, а эти активно летали. Но если есть большие тенистые влажные леса с кучей вкусностей, которые там верещат, значит, и бегают, и стрекочут, то, естественно, надо это все сожрать, само собой. Поэтому амфибии, которые к этому моменту уже были, стегоцефалы, так называемые, ну, стегоцефалы, такое обобщающее название, такое очень-очень растяжимое, они стали резко рептилизоваться и превращаться в нормальных рептилий. Причем делали это неоднократно и даже много-много кратно. Там целая куча есть альтернативных версий, которые пытались стать рептилиями и упорно лезли на сушу жрать сам насекомых. Одновременно они, кстати, уменьшаются в размеры, большей частью, потому что, ну, насекомые-то небольшие все-таки, ну, как бы даже если там 70 сантиметров, крылья 70 сантиметров, а тушка-то там не такая уж прям гигантская. И многие из этих самых амфибий уменьшаются и становятся, ну, как примерно современные саламандры. То есть, опять же, современный такой неискушенный, как бы любитель биологии, если бы их увидел, сказал бы, тритон, там, саламандры. Но на самом деле и до тритонов и саламандр было еще сильно далеко. Нормальные тритоны саламандры возникают вообще там в юрском периоде, аж на там еще сильно, намного позже. Вот, но сами по себе кто-то жрал насекомых, а кто-то жрал других этих самых амфибий. Поэтому они начинают обороняться друг от друга. И возникают такие экзотические варианты. Вот наверху слева, например, черепок одного из таких с характерными такими рожками. Это еще не самый экстремальный вариант, на самом деле. Там были гораздо более растопыренные. И само по себе существование рогов и растопырок, ну, это что-то в стиле жихарки такое, чтобы там распереться в косяк и как бы не пролезть в пасть. К более как бы крупному хищнику. Так что наши предки все становились бодрее и бодрее. Но для того, чтобы успешно охотиться в этих карбоновых лесах за карбоновыми же насекомыми, хорошо бы окончательно оторваться от воды. Это на самом деле проблема, потому что размножение, оно все еще рыбье, по сути. Они по-прежнему откладывали икру. Икра при высыхании гибнет, понятное дело. Голова стик, опять же, живет в воде. Тоже при высыхании он гибнет. Да и кожа в этот момент наконец-то распрощалась чешуей. Большей частью рыбьей такой еще предыдущей. Стала, с одной стороны, влажной, что как бы хорошо для кожного дыхания. А с другой стороны, если подольше на солнышке подержать, то высыхает. И возникают рептилии, которые решают эту проблему, с одной стороны, созданием сухих покровов тела, появлением чешуи, но только уже не рыбьей, а рептилийной чешуи. И созданием новых оболочек зародышевых, так называемого амниона, из коррупы, то есть возникновением яйца. Что характерно, существует одно даже найденное карбоновое яйцо. Правда, непонятно, чье, но тем не менее оно и есть. А стадия, которая до этого момента была головастиком с жабрами, она обратно запаковывается в яйцо, ну и, собственно, вылупляется потом. То есть вначале исчезают жабры, и там вырастают ручки, ножки, а потом уже этот самый рептилионыш вылезает из этого самого яйца. Вылупляется, и как бы уже красота, он уже практически взрослый, может сколько угодно гоняться за этими стрекозами и тараканами. Очень приятно. Ну, кстати, с другой стороны, появление крылатых насекомых, само по себе летающих стрекоз и тараканов, было вызвано как раз тем, что их гоняли рептилии. То есть это все как бы две стороны одного и того же. Потому что если бы этих насекомых никто не гонял, фига с два бы они полетели, как бы нафиг им это надо. Ну, конечно, это дает преимущество для распространения, там все такое, но для защиты это гораздо актуальнее. Так что оно в обе стороны работает. И, как я уже сказал, возникло много вот таких рептилиобразных форм. Большая часть из них, естественно, оказалась тупиковыми, но в частности вот геланомус, наш предок, такой более-менее прямой, и там другие варианты. А в конце карбона, в самом-самом конце карбона, возникает даже уже зверообразные рептилии первые. Причем возникают и растительноядные, что характерно, рептилии, которые начали есть уже и растения, в том числе, они, правда, там по фрагментам челюстей только из карбона известны, но тем не менее они есть. Вот. И несколько разных вариантов рептилий. Там диапсидные рептилии, синапсидные рептилии, которые, собственно, зверообразные наши, и там всякие еще какие-то другие. Так что карбон, огромный временной промежуток, когда масса всего интересного происходила, ну а как обычно это бывает, он задал как бы предпосылки для следующего развития. Ну вот я уже упомянул, что в частности в это время появились залежи угля, которыми мы до сих пор свою экономику подпитываем. Ну а в это же время появляются, допустим, залежи железа на Урале, и российская государственность там на немалой степени, да, обязана карбону на самом-то деле. Ну там уральские заводы, там железо, там промышленное производство, там Магнитогорск, все дела, как бы без этого бы, без карбона бы ничего не получилось. Вот. Еще неизвестно, победили ли бы мы в Великой Отечественной войне, если бы не железо уральское. Ну вот, ну не только, понятное дело, железо, там масса всего другого было, но и оно в том числе. И последний период Палеозоя, Пермский период, самый холодный период из всего Палеозоя, и один из самых холодных периодов за всю историю планеты. Хуже было только в Креогене, еще там в Протерозое, и в Ледниковые периоды, вот которые были недавно. Вот. А при этом в Перми было холоднее, чем сейчас. То есть, хуже, чем сейчас бывает на самом-то деле иногда. Ну, все обычно стремяно жалуются, как бы, ой, там холодно, сыро, мерзко, там все дела. Вот. Ну, мы сейчас вообще, глобальное потепление у нас, аж там на целый градус поднялось. Вот. А у них было на несколько градусов холоднее, чем нынче. И география была довольно своеобразная. То есть, движение с юга на север материков продолжилось, и они снова скучковались в одну Пангею. Ну, это уже такой последний суперконтинент единый, который задал довольно своеобразную такую географию, когда все эти животные растения могли довольно беспрепятственно кочевать туда-сюда, с севера на юг. и из-за чего многие формы где-нибудь у нас в Перми, например, ну, почему, собственно, перский период, и где-нибудь там в Южной Африке или в Аргентине, они практически одинаковые. То есть, между ними разницы там особо никакой нет. И некоторые там чуть ли не на видовом уровне совпадают. Так что это такое чудесное время. Правда, есть огромные территории, где пермских отложений мы просто не знаем. И не исключено, что там тоже что-то крайне интересное происходило. Ну, допустим, те пермские отложения, которые есть, собственно, в Перми, это как бы не все Перми, да, все-таки с какого-то там отрезка, и многие животные, которые там появляются, они появляются как бы вдруг. То есть, у них нету развития вот на этой же самой территории. Ну, то есть, ясно, что они туда откуда-то пришли. Но вот есть, как я уже сказал, большие территории, где у нас просто нет пермских отложений, или они не изучены, или они находятся на глубине там 300 метров. Про них мы мало что знаем. Но достаточно знаем, на самом деле. Жаловаться тут как бы грех. Тем более, что пермский период, он лучше всего представлен именно у нас. Да, там Пермская область, Кировская область, там Волгоградская область есть. Ну, вообще все по Волже, короче говоря, и Урал. И найдена там масса всего интересного. То есть, холоднее это холоднее, но все-таки по окраинам, ближе к морю и в аквариальной зоне, там тоже росли вполне себе леса. Известно огромное количество растений. И в Перми появляются уже такие нормальные голосеменные. Ну, в принципе, они уже в карбоне начали появляться, но тут их становится много, и они становятся классные, такие красивые. и возникает масса вариантов рептилий. То есть, все основные формы рептилий, в общем-то, в это время уже были. Ну, не такие, как сейчас, но, по крайней мере, очень уже такие близкие к современности. Самое главное, конечно, что, да, ну, из таких, вернее, вначале еще не главных, из таких не очень главных возникают, например, ящерицы. Здесь такая вот черепушечка, это вот одна из самых древних ящериц, которые сейчас на данный момент известны. Но, как бы, ящерицы это прикольно, а гораздо важнее, что возникают зверобразные рептилии, которые, собственно, наши прямые предки, ну, например, двиния какая-нибудь. И в настоящее время их известно уже какие-то там десятки, если, наверное, не сотни уже родов и видов, разобраться в которых бывает довольно трудно. То есть, некоторые из них сохранились отлично, когда у нас целые черепа, скелеты там, полный рост, от некоторых какие-то ошметки. Но, поскольку все-таки их хватает, возможно, выстроить замечательные цепочки. И мы видим, что первые пеликозавры были еще довольно-таки дремучие, то есть, с голой кожей, скорее всего, с отстойной совершенно терморегуляцией. Ну, а поскольку холодало, они были вынуждены изобретать всякие обогревательные радиаторы и вырастили себе там на спине пруса, может быть, там видели всяких дофазавров, чтобы нагревать, нагреваться от солнышка. Но это оказалось полумерой, полумерой, потому что все равно холодало дальше. И они стали развивать теплокровность. И поздние, поздние зверообразные рептилии стали уже такие, хорошо теплокровные, бодренькие, стали вырабатывать много энергии, покрылись шерсткой. И что самое замечательное, это шерстка даже найденная. Пермские палеонтологи нашли шерстинки в капролитах. Капролиты не очень эстетичные вроде бы, но важнейший источник знаний о жизни древних организмов. И вот в Перми найдены капролиты с шерстинками внутри. Там, правда, есть сомнение, как бы, как эти шерстинки туда попали. То ли это хищники кого-то жрали, да, шерстинки жертв, то ли есть вариант, что они себя вылизывали, как млекопитающие это делают, и глотали эти самые шерстинки. Ну, тут возможная версия. Но, поскольку они стали бодрее, у них стали переделываться конечности, они стали приподняваться на ручках и бегать гораздо быстрее, ну и на ножках. Ну, правда, еще не как млекопитающие, конечно, так немножко в раскорячку, но, по крайней мере, быстрее. Это, правда, послужило как бы не очень хорошую службу на весь последующий мезозой, потому что еще такой очередной универсальный закон эволюции, что когда кто-то первый что-то изобретает, он довольно быстро останавливается на достигнутом, и дальше уже эволюция не идет, потому что эволюция, она идет не потому, что она должна идти, а потому что надо кого-то превзойти, потому что идет естественный отбор и борьба прислалутая за существование. А если они уже всех превзошли и уже стали даже раскорячку, бегать все равно быстрее всех, ящериц каких-нибудь, париазавров, которые еще более раскоряченные были, каких-нибудь таких, парарептилий, которые вообще непонятно кто такое, амфибии там уж совсем отстойных, если вот они стали бегать уже быстрее, то зачем еще быстрее? Ну там, разве что друг с другом соревноваться, но особо-то смысла нет. И поэтому вот такое не вполне доделанное положение конечностей и передних, и задних по большому счету, оно застряло вплоть до чуть ли не конца юрского периода. И уже в юрском периоде у млекопитающих пояса конечностей доводились до ума и становились такими более-менее приличными, нормальными и похожими на то, что есть сейчас. Но в тот момент это был пик, это уже было круто, поэтому они стали бегать, но это привело к изменению положения тела в пространстве, ну вот как на скелетике децинодонта видно, голова уже так сильно приподнялась над землей, это уже никак к конец саламандра ползает, ну там это еще не саламандр, но предок по крайней мере саламандр. И из-за этого поменялся слух, вся система рецепторики, то есть голова высоко над землей, как бы нюхать почву мы уже не можем, видим мы тоже как бы в другом виде, а самое главное мы почти ничего не слышим, потому что до этого звук передавался на нижнюю челюсть с земли и сразу на барабанную перепонку, а теперь нижняя челюсть уже от земли оторвана, и на барабанную перепонку уже не прикрепишь, потому что из-за повышения обмена веществ появилось жевание, челюсть стала ходить в стороны, туда-сюда, ну и соответственно вся слуховая система перестроилась, и в качестве компенсации возникли дополнительные слуховые косточки и наружное ухо в том числе, а для того, чтобы жевать хорошо, появились задние жевательные зубы, ну предки как бы наших премалеров и маляров, а спереди резцы и клоки, которыми можно разрывать добычу, ну если он хищный, или щипать травку, если травоядный, ну а травоядные тоже были, ну вот децинодонты, например, если есть активный обмен веществ, и они хорошо жуют, хорошо питаются, много энергии получают, много выделяют, шерсткой сохраняют, то естественно больше достается и мозгам, и прокачивается интеллект, мы видим, что у зверообразных рептилий растут мозги, они просто становятся раз в полтора больше, чем были у рептилий до этого, ну в основном за счет обонятельных луковиц, потому что у них обоняние становится важнейшим, ну и не только, вообще в принципе как бы мозг распухает, становится крупнее, и может быть в немалой степени поэтому они начинают как-то интереснее себя вести, возникает масса примеров полового деморфизма, когда там самцы и самки различаются и по размерам, и по форме, и есть масса пермских зверообразных рептилий со всякими там рожками на голове, ну не как у оленей понятно, но иногда даже разделенные немножечко какие-нибудь там остаменозухи, и у них довольно прикольные такие выросты, то есть явно шел какой-то довольно активный половой отбор, но в конце пермского периода случилась беда, потому что во-первых стало теплить, а во-вторых появились архозавры, ну в частности архозаурусурусикус, как бы такой русский архозавр, самый наш такой родной, он же самый древний собственно из архозавров, у них челюсти были так себе, прямо скажем, да, и поэтому таким крючком, чтобы добыча не вырвалась, и зубы там держались кое-как, да, и вообще они были довольно коряенькие, но они были здоровенные, и злобные, и хищные, и в принципе в условиях теплого климата с самого конца уже Перми и там дальше Триасы этого оказалось достаточно, чтобы тоже как бы жить хорошо, и все вот эти достижения млекопитающих, ну почти как бы млекопитающих, да, этих зверообразных рептилий стали уже как бы не слишком актуальны, но правда в пермском периоде архозавры еще по полной программе не развернулись, там чуть ли не один всего вид-то известен, там не один, но там один нормальный, но в последующем, как я уже упомянул, весь мезозой это создало проблему, потому что из этих самых архозавров возникли динозавры, ну и там еще масса всякого зверя, там крокодилы, и там масса-масса прочих, а зверообразные рептилии свое счастье продолбали, то есть в какой-то момент их было много, они были все разные, там растительноядные, хищные, маленькие, большие, и плавающие, и наземные, и древесные, и там похожие на каких-то вообще там чуть ли не лемуров уже, ну вот, и там на выдор, и на бобров, и там на что только ни попаде, но в конце Перми все это дело закончилось. Ну, параллельно, кстати, было масса еще всего другого, какие-нибудь там гигантские амфибии, такие живые капканы, совершенно уникальные акулы с какими-то загадочными спиралями во рту, которые тоже там не очень понятно, как росли у них, а самое-то гадство, что в это время возникают насекомые с водными личинками, всякие там паденки, ручейники, веснянки, ну, вернее, они все были еще и до этого, но тут возникают формы именно с водными личинками. И эти водные личинки живут какое-то время в воде, а потом улетают на свободу и превращаются во взрослую особь. Но вылетая за вот этот предел водоема, они в себе, как бы в своем этом чудушном тельце уносят немножечко фосфора и немножечко азота. И каждая такая фигнюшечка, конечно, там ее не взвесишь даже, она там весит ни о чем, но их много. И примечательно, что сейчас вылет паденок, это такое довольно феорическое зрелище. Вот в Подмосковье, можете там, если попадете как-нибудь летом, но правда довольно проблематично попасть на вылет паденок, потому что они сволочи вылетают в какой-нибудь дождливый вечер, когда вот вообще ни разу не хочется идти на речку ни на какую. И вот тогда-то как раз они вылетают. Ну, они тоже как бы не дураки, они как бы, чтобы их никто там не сажал. Но они вылетают тучами, то есть там просто не видно ничего из этих паденок. И известные прецеденты, когда при вылете этих паденок берега, там всяких озер заваливают там на метр этими самыми паденками. Вот, с одного раза. Вот, то есть, ну, по колено, да. И если это происходит на протяжении миллионов лет, паденки уносят азот и фосфор из воды, а в это время растения с корнями уже вполне приличные есть на суше, которые почву закрепляют, и сток обратно снижается, на самом деле. То есть получается, что азот и фосфор все время выносятся и не возвращаются. Плюс к этому потепление, то есть это понижение кислорода в воде, да, и кислорода становится меньше, азота меньше, фосфора меньше, а плюс к этому еще и всякая там повышенная вулканическая активность, изменение формы материков, в общем, куча катаклизмов, и все это закончилось ужаснейшим совершенно вымиранием. И большинство всего этого многообразия, естественно, тут же вымерло. Ну, вот, то есть с одной стороны Пермь, это время, такая последняя лебединая песнь Палеозоя, когда многие группы как-то так восприяли, как-то вроде они так бодренько развивались, ну, потому что, опять же, там кислорода больше становилось до предавремени, а под конец все это стерло с лица земли, вплоть до того, что в морях исчезло 97% видов живых существ. Ну, как можете понять, 97% это практически все. И вот из этих маленьких каких-то ошметков, которые сохранялись где-то там по углам этого мира, появилось все остальное. Ну, собственно, поэтому по концу Пермского периода проводят границу Палеозоя, то есть целой здоровенной эры, когда возникло много-много всего. Ну, и строго говоря, Пермь это время, когда опять же мы по большому счету возникли. То есть все уже с шерстью, с более-менее мозгами, с более-менее как бы ручками-ножками, с челюстями, с нормальными зубами. Ну, как бы еще, конечно, не млекопитающие, но почти-почти уже млекопитающие и вполне как бы такие продвинутые. Ну, вот бегали там каких-то этих насекомых лопали. Но катаклизм все это разрушил, а с другой стороны каждый такой катаклизм, каждое глобальное вымирание дает шанс на развитие. То есть если бы не этот катаклизм, то и до сих пор бы по земле бегали вот эти двинни какие-нибудь, ничего бы так особо не поменялось. Ну, стабильность, как бы, это же все к этому стремятся. Все будет чудесно. А когда происходит катаклизм, высвобождается огромное количество экологических ниш, и когда все более-менее выравнивается, устаканивается, возникает новый огромный всплеск видообразования. Вот мы сейчас устраиваем глобальное вымирание, еще неизвестно, что там будет дальше. Ну вот, но, как бы, мы сейчас в конце кайнозоя, а тут кончился только полиозой. И наступило время мезозоя, само собой. Но это уже совсем другая история, которую вот я сейчас пишу на этом компьютере. Спасибо за внимание. И если есть вопросы, я, конечно, отвечу. сейчас микрофончик, что мне нравится. Спасибо за лекцию. Меня заинтересовал вот Гадей, когда формировалась жизнь из неорганики. Вы сказали, что есть около десяти гипотез. Ну, я понимаю, что это не ваша специализация, а вот панспермия насколько сейчас рассматривается как теория вообще? Или мы настолько много уже знаем, что с гораздо большей вероятностью можно считать, что жизнь зародилась здесь, а не прилетела откуда-то? Ну, она как она рассматривается, но она ничего не меняет, собственно, в вопросе-то. То есть все равно где-то же она возникла, и если жизнь занеслась на Землю откуда-то, но она возникла где-то, а какая разница, там условия были такие же. То есть, судя по тому, что эта жизнь, ну, допустим, если она прилетела с другой планеты, да, здесь прижилась, значит здесь условия такие же, как там, где она возникла, и какая разница тогда, то есть, сам метод возникновения это что на Марсе, что на Земле, все равно будет один и тот же. Вот, вопроса о, как бы, механизмах возникновения это не меняет вообще никак. А судя по тому, что жизнь возникла подозрительно заточенные под земные условия, да, а не под какие-то еще, ну, логичнее предположить, что все-таки она возникла на Земле. Вот, в этом смысле очень показательно, что биологи как раз обычно к теории панспермии относятся так очень скептически, ну, как бы, это лишний какой-то огород, да, зачем предполагать лишнюю сущность, как бы, если она и на Земле вполне с тем же успехом могла возникнуть. А астрономы, например, очень любят эту теорию, ну, вот я в августе катался к астрономам, и они прям все там топят за вот там, жизнь возникла где-то там в космических облаках. А они это как-то обосновывают со своей точки зрения, или просто им нравится, как думаете? Они астрономы, как бы, им положено. Вот, но они, как можете догадаться, в происхождении жизни еще меньше меня чуть понимают, ну, вот, потому что они астрономы, а не биологи. уж, ну, что я-то ничего не понимаю. Но, как бы, зато им нравится идея. Спасибо за лекцию. Два вопроса. Первый. А кто из, ну, вот, из этих периодов, самый древний, ну, или какие, если их много, дошли до нас, ну, в более-менее неизменном виде? Вот. А второй вопрос, вы сказали, что, как бы, как это сказать, невзрачный, загнобленный организм или вид, он, в общем-то, и становится потом на следующем витке вершиной эволюции. Вот сейчас люди, ну, наверное, лицо периода. Можно правильно так сказать? Это печально очень. А? Это очень печально. Это наводит на нехорошее подозрение. Ну, да, вот я к тому, что кто там после нас следующий? Ну, вы в лекциях часто говорили, что там, может быть, обезьянки, капуцины могут быть, а если вообще не про приматов? Спасибо. Ну, первый кембрий, понятное дело. Ну, поэтому, собственно, фонерозой с кембрией начинается, что от него есть много отложений с кучей всякого зверья, который уже такой внятно современный. Ну, где мы можем ткнуть пальцем все-таки сказать, да, это там членостоногая, да, это хордовая, да, это там кто-то еще, вот, ну, в протерозое там что-то тоже угадывается, но как-то так, кусочками, ну, то есть кембрий, это вот первый такой, можно сказать, современный период. Ну, я имела в виду там, что вот этот трилобит, да, вот он как был в кембрии, вот так этот витэ остался, или их там, ну, или их там такая куча, что... Ну, вот ланцетники были в кембрии, они так до сих пор живут, то есть это, ну, по крайней мере, такое среднекембрийское состояние хордовых, если не более ранее даже, то есть вот ланцетника берете, и он, правда, вот такой, как тогда жил, то есть вы можете на него посмотреть. Ну, а некоторые, там, щитни какие-нибудь, да, они из Перми, в принципе, известные, и некоторые считают, что это тот же самый вид, который сейчас, вот, ну, обычно там к Триасу все-таки их относится, вот этот современный вид, но, как бы, пермские тоже чрезвычайно похожи, ну, по крайней мере, род Триопс, щитинь, он в Перми уже точно был. Это то, что один месяц в году живет, в луже, вот это? Да, да, это вот рычки, которые в лужах, да, вот, ну, и какие-нибудь там медузы, кораллы, они, конечно, там другие роды и семейства, но принципиально похожи, там губки те же самые, они, в принципе, такие уже вполне узнаваемые, уже, ну, в Кембрии они были, по крайней мере, вот, а насчет, значит, что там возникнет, ну, собственно, наиболее вероятное все-таки, наверное, а из млекопитающих самые перспективные это какие-нибудь бурозубки, потому что мы уже один раз из них возникли, собственно, что бы из них не возникнуть, еще разок кому-нибудь, то есть все более продвинутые, более развитые, они все-таки уже с какими-то специализациями, а вот самые задрипанные все-таки это бурозубки, ну, сумчатые они еще, конечно, примитивнее, но они уже совсем убогие, вот, а бурозубки, они уже процентарные, они не специализированы там особо ни к чему, и у них все дороги открыты, у них там и зубки, и пальчики, и все как бы есть, ничего не редуцировано, вот, как бы могут развиваться, но, опять же, сплоширядом бывает так, что новое возникает из какой-то такой фигни, что как бы не сразу понимаешь, почему-то из нее, вот, поэтому, если у нас сейчас, допустим, будет такой там глобальный кризис, он сейчас идет по полной программе, да, то потом возникнет какой-нибудь такой шняги, которую мы сейчас вообще там не замечаем, ну, какого-нибудь там дождевого червяка, да, который вроде он там с Кембрией такой же дождевой червяк, ну, в Кембрии, кстати, эти щетинковые черви-то были уже, и мало щетинковые, и много щетинковые, вот, но, вот еще разок из него возникнет, но другое дело, что на это еще понадобится там 60 миллионов лет, или там 100 миллионов лет, 400 миллионов лет, но у нас в запасе еще там сколько-то миллиардов у Земли, я сейчас не помню, там астрономы высчитывают, там, когда Земля закончится, но сколько-то миллиардов еще есть, и если за эти 4 миллиарда лет уже столько всего понавозникало, ну, собственно, еще раз может возникнуть. Спасибо большое, Станислав Владимирович, очень интересно. Немножко бытовой вопрос, можете ли подсказать какие-нибудь места для палеонтологического туризма, где человека далеко от науки там проведут, покажут, расскажут, в натуре, так сказать, а не в музее. Спасибо. Ну, я, честно говоря, не знаю, потому что я в жизни этим не занимался, но я знаю, что в Перми есть люди, которые этим занимаются, то есть они вот такие экскурсии проводят, они вывозят прямо-таки на местонахождение, показывают пальцем, там все такое, если очень хотите, я вам могу контакт дать. Вот, я вот этим летом сам хотел к ним съездить, но там у меня не сложилось, в общем, я так и не поехал. Ну, то есть это как бы такие палеонтологи, которые, они как бы добывают для науки, но возят на такие местонахождения, где всякая фигня, как бы, с такой научной точки зрения, но достаточно эффектная, чтобы любителям можно было, ну, без вреда для науки, для себя там каких-то брахеопотных собирать кораллов, там на полочку положить, любоваться. в Москве есть кружок палеонтологический припини, но он как бы для детишек, я не знаю, насколько вам это будет интересно, но детишек возят в Подмосковье, в Гжели, у нас вот Гжель на восток от Москвы, там палеонтологический заповедник, и там по всем оврагам этих кораллов немерено. Но вообще, для того, чтобы найти что-то такое палеонтологическое, это в самой Москве можно найти. Рядом с биофаком лежит вот такой булыжник и там с какими-то отпечатками. То есть этого добра как бы везде немерено в Подмосковье. Ну, в любом парке практически, там если по ручьям пошариться, ну, достаточно долго, белемниты есть. Ну, аммониты, конечно, так просто не найдешь, но белемнитов полным-полно. Спасибо за лекцию. У меня вопрос не то, что прямо по теме лекции, но затронули тему возникновения кого-то еще после нас. И мне было интересно, что одним из таких толчков для появления разума такого хорошего, ну, Саша, было типа одомашивание огня. Вот. И мне интересно, вот если сейчас проводятся ли эксперименты ради академического интереса, ученые там берут, например, не обезьяну у себя в лаборатории обучают языкам жестовым, а просто взять группе обезьян в лесу, показать, как пользовать огонь и просто посмотреть лет 20-30, что вот у них произойдет. Изменится ли у них как-то общество появится или какие-то зачатки вообще разума или что-то такое вот. Нет, ну, для этого вам нужно подождать еще там миллион лет, допустим, да, или там 100 тысяч лет, или там 10 тысяч лет. То есть оно же не возникает вдруг и сразу. Но есть наблюдение, что, например, дико живущие шимпанзе, вообще без всякого там влияния людей, которые живут на окраине леса и саванны, когда в саванне проходит пожар, ну, самопальный какой-то, да, самостийный, то шимпанзе идут потом за этим пожаром и собирают жареные тушки там всяких зверюшек, которые там погибли. Вот. То есть они используют огонь вообще без всякого человека. Вот. Но они это делают как-то так, потому что они не добывают огонь. И наши предки в таком режиме тоже, наверное, существовали там миллионы лет. Но просто в какой-то момент у наших предков, когда уже было мозга 1300 грамм, 400 тысяч лет назад, тогда они дошли до того, чтобы добывать огонь. Но у современных шимпанзе 400 грамм, а тогда было 1300. То есть современным обезьянам до активного использования огня еще килограмм не мешало бы нарастить мозга. Ну, а это не быстро происходит. То есть для того, чтобы у нас это произошло, понадобилось там 2 миллиона лет, грубо говоря. Ну, там, откуда считать вопрос, как бы, да, с какого момента. Но тем не менее, порядок такой. То есть постоять экспериментом можно, но как вы себе его представляете? То есть вы должны содержать какую-то гигантскую популяцию этих обезьян, да, маленькую не прокатит, как бы, должна быть выборка. Ну, то есть желательно для всех современных обезьян. Вот. На масштабах там Африки, допустим, выселить оттуда всех людей, да, заселить туда шимпанзе в гигантском количестве. Вот. И подождать там сколько-то миллионов лет еще создавая им какие-то хитрые условия, чтобы подталкивать их в этом направлении. Ну, как бы, я не знаю, как это вообще можно. То есть, или в ближайшее время это можно смоделировать на компьютере, например. Ну, то есть, если, допустим, у нас будет какой-то там мега-вычислительные мощности, мы просто моделируем Африку, моделируем обезьянок, и у них там это в ускоренном режиме как бы делаем. Ну, либо уже там какие-то такие фантастические времена, когда мы там выделим планетку под них, да, там запустим по орбите с оптимальными условиями, сами будем жить миллионы лет и смотреть, как эти обезьянки там, ну, это уже что-то совсем фантастика. Раз, раз. Возвращаясь к презентации книги, это далеко не первая ваша книга, и вот у вас был двухтомник «Достающее звено», где вы, собственно, происхождение человека рассматривали вот... Если вот две новые книги, которые вы вот планируете выпустить вот в этой серии трехтомной, там вопросы происхождения человека тоже будут затронуты, и насколько они будут глубже, не глубже, много ли появилось с момента выхода «Достающего звена» каких-то новых открытий, которые, ну, не то чтобы меняют картину, потому что картина уже достаточно четко сформирована, но насколько она вот становится глубже, интереснее, может быть, нагляднее. Вот планы по поводу ближайших вот двух книг. Спасибо. Ну, «Достающее звено» это по-хорошему, если бы так вот спланировать свою жизнь как-то, да, и придерживаться плана, это должна была быть последняя глава вот в этом трехтомнике по-умному. И, ну, если бы это я так делал, то действительно я бы включил туда те находки, которые вот сейчас появляются. А, сейчас постоянно что-то новенькое обнаруживают, там новые датировки есть, там под наскальной живописи по-древней, там вид Хомоуса Нейнца только в этом году описали, да, книжка вышла все-таки раньше. Ну, хотя у меня про эту косточку из Калауа есть, но как бы вида, названия там такого нету в книжке. Вот ее бы прописать не мешало, да, может, в переиздании там это сделаем, не знаю. Ну, там, издательство как-то неисклонно менять текст при переизданиях, поэтому не уверен. То есть, что-то там поменять, конечно, можно, но это, когда бы я не писал книжку, все время, пока я ее пишу, или там через год после, появится что-то новое. Это просто неизбежный процесс. Ну, и заниматься всю жизнь переписываем этого текста, да, и подгоняя его там заново, там, под новые реалии, это тоже не очень классно, как бы. Ну, это такой, какой-то стопор будет. Ну, вот, а в третьем томе вот этой книжки, да, палеонтология, будет, конечно, про происхождение человека, но все-таки гораздо короче. Вот. То есть, там будет, скорее, именно про то, в каких условиях это происходило. То есть, если в достающем звене там было, как бы, с точки зрения человека, там, детали именно его эволюции, то здесь, почему это происхождение творилось? То есть, про самого человека я постараюсь там не сильно много писать, ну, и так уже как бы есть. Вот. А, ну, и есть вот там, анатомия, антрополога, да, это вот именно с точки зрения нашего тела. Вот. А здесь именно как влияли, там, конкуренты, хищники, климат, там, ну, вообще, окружающая среда в широком смысле на наше возникновение. А по срокам что-нибудь, ну, так, забегай вперед совсем, ну, 20-й год, 21-й год, я имею в виду. По срокам я сейчас дописываю последнюю главу. Вот. Если бы я, допустим, не читал эту лекцию, я бы дописал, например, уже почти, там, то у меня это затянется, ну, где-то к весне будет книжка, да. Ну, я надеюсь, по крайней мере, потому что каждый день кто-то меня грузит еще чем-нибудь, вот, и я иногда вот неделю не могу сесть и начать вообще что-то делать. Иногда я там за два дня что-то большое делаю, иногда медленно. Вот. А сейчас еще экзамены пойдут, сейчас зачеты начались. Вот. Так что, ну, к весне, надеюсь, там еще зависит от самого издательства. То есть картиночки надо сделать, опять же. выверить, потому что картиночки вечно там, как бы они рисуют, а потом путают название, все это надо там исправлять. Говорят, уже там ошибки тоже нашли, где-то там какие-то косяки есть. Но к весне будет. Ну, А третий том, ну, он у меня как бы такой план, как бы есть уже, да, но текст пока не богатый. То есть пока там я так не буду загадывать. Ну, хочется верить, что к следующему Новому году, совсем хочется верить, что к следующей осени, но поскольку у меня еще в планах второй том анатомии, еще во вторые байки, вот, а еще от меня хотят статьи научные на кафедре, научные отчеты, там, пятое-десятое, там, опять же, миллион лекций, то вот там уже, вот сегодня меня кто-то спрашивал про, вы же, да, когда я напишу, наконец, про происхождение рас Европы, которую я обещаю уже там 15 лет всем, ну, 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 как бы, планов и громадье. Ну, с другой стороны, это хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok